Ну, здравствуйте, дорогие школьники, дорогие выпускники! В этом году вам предстоит сдать единый государственный экзамен по истории. И надеюсь, что вы все хорошо подготовились, надеюсь, что вы все сейчас сдриснете нахер с известной какого стрима. Там уже 50 минут вещают, так что, ну, нахер, давайте сюда. В общем, нечего там делать, я думаю. Вот, так что это да, это раз. Ну, вот, естественно, что никто не может сегодня отказать себе в большом удовольствии провести, естественно, стрим. Ну, вот, что мы сегодня, о чем мы сегодня с вами будем говорить, дорогие ученики и ученицы? Вот, слушайте, нет, сегодня мы, безусловно, обсудим разные-разные-разные проблемки, которые могут быть. И давайте, пока народ подтягивается, в общем, обсудим одну такую животрепещущую, ну, не то чтобы проблемку, но, тем не менее, есть вот этот сюжет с тем, что, ну, насколько, как бы, насколько мне известно. Вот, насколько мне известно, по Санкт-Петербургу есть такая методичка, такая методичка, значит, ходит в узких кругах. Вот, да, я эту методичку, надо сказать, получил. Вот, надо сказать, что я эту методичку получил, но в смысле, что мне ее по доброте душевной мне ее дали посмотреть. Вот, но, слушайте, давайте не будем сходить с ума, давайте не будем сходить с ума, потому что в данном случае это не то, чтобы, не то, чтобы какая-то там методичка одна для всех и все, значит, на одного. Вот, то есть это просто, просто некий документ, который, видимо, распространяют среди проверяющих, видимо, Санкт-Петербурга, видимо, как бы, насколько я понимаю, вот этот сюжет. И это не значит, что это работает на всю страну. Но, с другой стороны, Санкт-Петербург, как бы, место, наверное, не последнее, все-таки, да, вторая столица, и хочется думать, что, ну, наверное, этот документ, ну, имеет какое-то под собой какое-то важное основание. Из этого документа, на самом деле, то есть там все по-прежнему, все по-прежнему, все то же самое, что известно, но, на самом деле, я хочу вам сказать хорошие новости. Судя по всему, судя по всему, думаю, что не будут особенно жестко проверять роль личности, то есть вы знаете все мои заморочки, при том, что у остальных таких заморочек нет, но эти заморочки, я считаю, позитивными, потому что я подхожу к предмету достаточно серьезно и предполагаю стратегически наперед. Вот, то есть я могу всем сказать, пишите, что Владимир инициировал, инициировал какую-нибудь там, или приказал сделать языческую реформу. Да вроде как оно так и есть, вроде как и приказал, и вроде как и инициировал, пускай я с этим глаголом не соглашаюсь, но надо сказать, что по сочинению принимаются даже такие, казалось бы, сомнительные вещи. Вот, например, ну вот подготовил, что тут получается принимаем, так, конкретные действия, так, ну понятно, выступил с речью, это все понятно, приказ подписал, это все понятно. Но обратите внимание, тут в этой методичке, вот в этом неком документе, который возможно даже и, ну, вроде не фейк, вроде не фейк, это похоже на документ, который вот проверяющим раздают именно в Петербурге. Поэтому еще раз, это характерно для Петербурга, это не вопрос всей страны, но, видимо, мыслят они все равно в одном направлении. Ну да, что-то вроде Елена Глинская указала место строительства Китай-города. Вы знаете, я хаять хавил целый год, и буду хаять, и в следующем году буду хаять, известно кого, но, как написано, например, приступил к руководству, к командованию и принял командование, это тоже, вроде как, предлагают как, предлагают как роль личности. Например, непосредственно организовал кружок, то есть, видим, волшебное слово, непосредственно организовал кружок. Короче говоря, мои друзья, мои братья и сестры, мои дорогие телерадиоуслушатели, я хочу сказать следующее. Не ссыте, не очкуйте, я благословляю вас на величайшие достижения в этом году на сочинениях. Пожалуйста, лично придите, непосредственно, пожалуйста, примите участие в экзамене, лично составьте план сочинения, и если у вас будет всё-таки, если у вас всё-таки будет какое-то говно в тему сочинения, какой-нибудь там Лефорт, какое-нибудь ещё дерьмо, то имейте в виду, что вы просто, ну, прикидываете хер к носу, ну, и, понимаете, Лефорт высказался. Ну, а что, у вас патовая ситуация. Ну, Лефорт выступил с инициативой Великого посольства. Нигде потом никаких подтверждений вы проверяющим предметной комиссии не принесёте. Всё, точка. Но, возможно, что те, кто будут проверять, возможно, они скажут, да и ладно, да и хрен с ними со всеми, мы вообще сами этого Артасова крутили, да, известно на чём, да и пошли они все в жопу, давайте мы засчитаем им это всё, пускай, пускай, чтобы никто не плакал, никто не расстраивался, но это мне так хочется, понимаете, не факт, что так оно, конечно, и будет. Вот, так что ещё раз по поводу сочинений, конечно, берите адекватные роли личности, конечно, берите, берите нормальные причины следственной связи, там, где есть какая-то конкретика, там, где есть какие-то события, какие-то конкретные, там, не знаю, действия, документы и тому подобное. Вот эта вся чепуха проинициировал, лично возглавил атаку, Дмитрий Донской расположил, заметьте, не свои булки на конском седле, а Дмитрий Донской расположил засадный полк, известно где, то есть в Дубраве, понимаете, в чаще лесной он его расположил, понимаете, лично Боброк Волынский, да, лично Боброк, а можно, одну секундочку, я сейчас Министерство просвещения заблокирую, так, одну секунду. Так, заблокировали, все, иди туда, вот, не тем занимаешься, у тебя не тот человек занимается разработкой, подготовкой тестов по истории, вообще не тот, понимаете, не те тесты, не тот человек. Вот, что я хотел сказать в моем маленьком вступлении, вот, чем мы сегодня будем с вами заниматься, что у нас с вами по времени, у нас с вами по времени до примерно часиков, так, трех, примерно до трех, Дальше мне нужно просто будет по делам, делишкам бежать, а тем временем я буду отвечать на всякие ваши насущные вопросы. Я буду эти вопросы вот в чате выделять, ну, я буду пытаться заранее его как бы прочитать и потом его как бы подвыделить, этот вопрос. Ну, допустим, вот такой вопросик я его выделю, чтобы все понимали, о чем идет речь, на какой вопрос я отвечаю. Не обижайтесь, пожалуйста, да, те, на чей вопрос я лично, непосредственно, инициативно не ответил, но вопросы, я думаю, все будут примерно похожи, примерно одинаковые, поэтому в какой-то момент вообще начнут дублироваться, но посмотрите, если ваш вопрос уже отвечен, ну, если он может быть уже отвечен, и вообще я что-то заговариваюсь, так что давайте приступать. В общем, это называется Дай Дудя. Вот, мне бы, конечно, хотелось бы увидеть тысячу человек на стриме, но, ну, кого я обманываю? Вот, спасибо, что пришли, спасибо, что 460 человек сейчас присутствует, это очень большое признание, мне очень приятно, что вы выделили время, что вы добрались такие до моего YouTube-канала, хотя знаю, что много из этого числа это не непосредственные зрители просто YouTube, а или какие-то вот, значит, свободные странники интернет-пространств. Я знаю, что в этом числе очень большое количество моих учеников годового курса, полугодового курса, те, кто ходил на марафон, те, кто ходил на прожарку. Ребята, я вас вдвойне лично благословляю на то, что вы достигли величайших результатов. Пожалуйста, дурака не валяйте, спать сегодня пораньше, покушать завтра с утра посытнее и спокойно, спокойно отправляемся на экзамене. Как говорится, что там, ну, ладно, короче, прорвемся, ладно, давайте, раз уж я это выделил, вот Серов, возможно, уже надеется, что я отвечу, понимаете, человек пришел, вот именно, вот истину, понимаете, услышать в последней инстанции. Вот не могу я отказать себе в удовольствии ответить на его вопрос, окей. Так, ладно, поехали. Сейчас, секундочку. Это контакты всякие закрыть, чтобы там никто не мешал. Итого, в сочинении по внешней политике 25-55 год можно в выводе писать про итоги Крымской войны, мол, после нее Александр понял необходимость проведения реформ. Да, можно писать, это вполне нормальное, вполне конкретное, вот, значение, последствия, да, это не просто значение, это, да, вот это вот, последствия этого периода для дальнейшей истории, как это было раньше, предыдущие годы, примерно такой же критерий у нас получается. Я бы просто, если бы стал писать, я бы написал более существенно, то есть почему, почему он понял, откуда взялась эта необходимость проведения этой реформы. То есть, понимаете, само по себе я ученикам, опять же, год за годом объясняю, что необходимость отмены крепостного права, она вытекает из проигрыша в Крымской войне, из поражения в Крымской войне. Но, надо сказать, что надо провести тут некую причин-следственную связь, все равно надо показать, как связано поражение в войне, ну, мало ли было войн, понимаете. Ну, допустим, было поражение в третьей или, там, четвертой антифранцузской коалиции. Чего-то, как бы, после этого не пришло четкое осознание, что если мы не отменим крепостное право, то прямо будет все совсем плохо. Чего-то от меня хочешь. Понятия не имею, как там сейчас. Вообще, я не тот человек, у которого можно спрашивать какую-то актуальную информацию по ВУЗам. К сожалению, я этим материалом не владею. Я ЕГЕ занимаюсь. Ролик про Ивана Михайловича. Да пусть живет, господи. Пусть живет, пусть занимается своим мелким вредительством. Просто мои ученики будут знать, что туда не надо ходить, там насрано. Вот и все. Как ты думаешь, много 20 века, особенно ВОВ во второй части, его будет столько же, сколько и в предыдущие годы? Не больше, не меньше. Не надо делать прогнозов каких-то вот таких сумасшедших на этот счет. Вообще, будет то, что будет. Абсолютно. Что касается 20 века, что повторить? Одна из самых сложных, конечно, тем, это экономика. Поэтому повторять новую экономическую политику, повторять индустриализацию, коллективизацию, повторять экономические реформы Хрущева и повторять реформу Косыгина. Ну и, опять же, Горбачевскую перестройку в экономическом аспекте. Зачем это нужно было? Какие факты мы можем привести для 24-го задания? Ну и Великая Отечественная война, конечно, чтобы личности все не забыть, все факты и так далее. Схемка, в общем, я думаю, что если не у всех есть по Великой Отечественной моя, то учеников, понятно, тоже есть и так далее. Да, Тимур напоминает мне очень важный вопрос, которого я не хотел начинать, потому что пока народ подтягивается. А вот сейчас, смотрите, очень важный вопрос. На него отвечу и дальше уже пойдем в свободном режиме. Вот это важный вопрос. Именно, что по тайм-менеджменту имеется в виду, что делать, как распределять на экзамене время. Думаю, что ничего принципиально нового не скажу, но, исходя из своего собственного опыта, могу это предложить. Из моего примерно представления многолетней практики того, с какой скоростью ученики, в принципе, пишут первую, вторую часть, ну и так далее. Смысл в следующем, что в общем и целом 19 заданий первой части вполне себе решаемо за 20 минут. Но мы здесь добавляем еще минуты к 10, потому что как мы делаем? Мы берем первую часть, мы решаем ее, скажем, на одной стороне листочка, да, ответы проставляем. Потом, допустим, мы берем и решаем уже непосредственно на бланке заданий. Вы имеете право марать эти бланки, вы и так все это знаете, потому что вы уже ходили на русский язык, а кто-то еще, ну там, на математику, опять же. То есть, в принципе, кто-то уже знаком с этим, тем более кто-то мог сдавать ОГЭ и так далее. Так вот, вы можете с этими бланками делать, что хотите. Хоть порвать их можете на две части, это вообще ваше право, собственно говоря. Хотя я здесь не уверен, можно ли их рвать, но можно поэкспериментировать. Приду, порву в этом году, посмотрю, что со мной сделают. В принципе, ничего не сделают, что со мной можно сделать, вообще бесполезно. Со мной уже все, со мной уже ничего не сделаешь, со мной уже все ясно. Так вот, значит, 30 минут почему? Потому что написать, проверить, еще раз прорешать, перенести в бланк. Первую часть решайте вначале. Сели, прорешали первую часть, все внесли в бланк, забыли про нее. Все, полчаса отмеряйте себе, что первые полчаса экзамена вы должны точно уложиться в первую часть. У кого-то получится чуть меньше, у кого-то получится чуть больше. Не страшно, но полчаса, мне кажется, это приблизительно вот те ворота, на которые нужно ориентироваться. Дальше. Текст задания 23, ну, 20, 21, 22 плюс 23 задания тоже должны занять у вас немного времени. Я думаю, что в пределах тех же самых 20-30 минут, думаю, что больше и не нужно. Итого ориентируйтесь, что за следующие полчаса вы прорешали все уже, кроме 24 задания. Почему я так думаю? Потому что, например, 21 задание, оно вообще не относится к истории. Оно имеет отношение к тексту, вы его взяли, переписали, все. Здесь я вам не советчик, кроме того, что просто внимательно прочитайте вопрос, внимательно выпишите полностью, прям вот как надо. Какой вопрос, такой ответ. Все, здесь еще просто. Что касается 20 и 22 задания, 20 скорее всего будет относительно несложное, потому что, ну, в целом вам нужно ответить, ну, какой монарх, ну, там, какая, какой процесс, или какой год, не всегда точный год спрашивают. Если даже спросить, я думаю, что-то несложное будет 22 задание. Меня, например, спрашивали из точных годов, у меня спрашивали дату принятия манифеста о присоединении Крыма. Ну, потому что у нас особенный триггер, у нас особенный, такой, знаете, цикл на циклирование, да, нашей мысли на Крыме. Мы вот семь лет назад, в общем, Крым наш сделали, но до сих пор никак успокоиться не можем. Так вот, ну, в смысле, мы очень рады, понимаете, мы вот каждый год в марте месяце празднуем. Вот, и поэтому нужно и на экзамене тоже обязательно спрашивать дату манифеста о присоединении Крыма. Это важное событие. Одно из, ну, я бы сказал, системообразующих в истории 18 века. Безусловно. Но, мне кажется, это чуть перебор, но, тем не менее, вот спросили у меня эту датировку. 1783 год, кажется, несложная дата. Для учеников, которые все равно готовились больше, чем на 90 баллов, это несложно. Вы в целом в голове держите порядка 300, в некоторых случаях, может быть, даже 500 датировок. Так что, я думаю, здесь никаких проблем не должно быть в целом. Но в 22 задании, не могу сказать, что каждый год были простые вопросы. Это иногда были формулировки, на которые приходилось придумывать ответ. То есть, приходилось изобретать немножечко велосипед, будьте тут готовы к этому. Но все равно, я думаю, что в пределах получаса, даже с заданием 23, когда задают, ну, там мы видели с вами, что могут, в принципе, спросить, а почему древнерусские города располагали вдоль рек? Ну, в принципе, теоретически такое возможно. Изи, как бы, два пальца об асфальт, в общем, сделали, и все, и поехали дальше. 24 задание, конечно, сложное. Но оно сложное когда? Тогда, когда вас спрашивают про децентрализацию управления экономикой при Хрущеве, или тогда, когда вас спрашивают про политический курс Сталина, который позволил интенсивно развивать промышленность после военный период. Вот тогда сложно, потому что ты сидишь и не понимаешь, что делать. Потому что вопрос так задан, что ответить на него корректно невозможно. Ну, понимаете, ну, невозможно на некорректный вопрос дать корректный ответ. И вы начинаете изобретать. Вот здесь творческий ваш потенциал, все ваши знания, все ваши прочитанные книги, все ваши просмотренные подкасты, не знаю, Клима Жукова, или Рудова, прости господи, или даже прослушанные песни Клавы Коки, возможно, сыграют какую-то решающую роль. Доль в том, что вы сможете что-то не... Вы смотрите, пожалуйста, на это задание. Если оно написано горизонтально, ваша задача может заключаться в том, чтобы вообще мысль перевернуть, сделать ее вертикан, вообще все просто на 180 градусов каким-то образом поставить. То есть парадоксально иногда ответ на вопрос, странный, на ответ на странный вопрос, он парадоксально простой может быть. Так что имейте это в виду, не паникуйте, спокойность. В конце концов, вы получили 24-е задание, которое, ну, жопное прям, ну, невозможно, ну, просто, ну, душилово, невозможно его решить, вы понимаете? Ну, и в этот момент, в этот момент, давайте мы его отставим в сторону, у вас еще есть время, и дальше вы должны отвести на сочинение. Ну, я думаю, что 2 часа этого вполне достаточно. Кто-то может написать фантастически быстро, взять сразу в черновик, вернее, без черновика, сразу на чистовую накатать. Да, может, он это сочинение 2 раза уже писал, да, может, он прекрасно этой темой владеет. Взял и за полчаса накатал сочинение, все, встал, ушел, готов, 100 баллов, возможно такое. Но, я думаю, что для многих сочинение все равно, и в том числе, кстати, для меня тоже, все равно сочинение каждый год, каждый раз, это серьезное испытание. Потому что я серьезно подхожу к этому. Я не могу иначе, потому что не могу, знаете, поступиться принципами. Кстати, да, какого года статья, какой там барышня? Вот мало ли такой вопрос. Артасов в тестах задает вопрос, дайте год, когда появилась эта статья. Да ты сам вообще помнишь, блин, когда эту статью опубликовали, тебе ты пешком же под стол ходил еще. Вот, что такое вообще? Ну, просто нельзя такими вопросами школьников мучить. Ну, в самом деле, ну, Игорь Анатольевич, ну, пожалуйста, ну, дайте поскромнее будем какие-то вопросы задавать. Не про политический курс Сталина и развитие промышленности, ну, попроще что-нибудь, про причины смутного времени лежат вовне России. Ну, давайте попробуем, ну, что-нибудь такое. Хотя и на этот вопрос, по сути, как бы можно дать один нормальный ответ. Все остальное, это вообще фэнтези просто какой-то начинается. Так вот, на сочинение отводите два часа, а на все остальное два часа. Очень простой тайм-менеджмент, очень простой, элементарный. Ну, правда, вот когда я решаю задание первой части, еще раз, у меня на один вопрос чаще уходит не больше минуты. Чаще всего. Да, я не беру в расчет задание с текстами, где мы должны там четко все прочитать, вчитаться и так далее. Но задание какое-нибудь восьмое по Великой Отечественной войне, сколько оно займет? Ну, раз, два, три, там, секунд 15 оно займет. Поэтому ориентируемся на полчаса, хотя, возможно, многие решат за 15 минут и в бланк перенесут. Ориентируемся по второй части на полчаса, может быть, кто-то решит за 20 минут. Все перепишет, все будет нормально. 24 задание. Сложное, и опять же, полчаса 40 минут, ну, я думаю, что стоит отводить, потому что, ну, тут нужно мысль формулировать. Тут же недостаточно просто односложно написать. Факт, да? Там, Марина Мнишек, точка. Нет, вы должны завернуть аргумент. Вы его должны вначале про себя проговорить, потом написать на черновик, посмотреть оно вообще как. Оно вообще выглядит так, как оно было у вас в голове. У вас в голове, возможно, было очень круто. Оно выглядело такой, вау, гениальная мысль. Начинаешь писать такой, вау, господи, да я просто губка Боб, да? Так вот, в итоге, что я могу сказать, что на сочинение отводите 2 часа. Даже если вы 24 задание отложили, вот смотрите, следите за временем. Часы во всех комнатах экзаменационных, во всех классах присутствуют. И второй еще момент, который по поводу тайм-менеджмента. Сделайте, пожалуйста, перерывчик. Прорешали всю первую часть, всю вторую часть, кроме сочинения. Сделайте, пожалуйста, перерывчик. У вас не должны ограничивать передвижение. Имеется в виду, что из аудитории выйти в фойе, обычно, ну вот, да, какой-нибудь коридорчик. И бывает такой квадратик, где там кресла стоят, диванчики. Ну, вот те московские школы, где я сдавал, это в большинстве случаев так было. Я выхожу, сажусь на диванчик, смотрю в окно, минут 10 просто туплю. Просто отдыхаю. Можно и не отдыхать. Ну, в моем случае, да, как бы я... Не могу сказать, что я прям перенапрягаюсь. Да, мне просто скучно. Ну, вот я пришел, полтора часа пописал, мне уже стало скучно, я хочу немножко отвлечься. Вот, мысли перезарядил, перегрузил. В это время, конечно, можно думать про сочинение, еще про что-то. Короче говоря, просто сделайте небольшую разрядочку. Пройдитесь там, прогуляйтесь по этому квадратику. Это все должно быть. Вот, и сразу отвечу на еще один вопрос, который тоже будет. Вот, Слава говорит, хер там, не выпустят. Что значит, не выпустят? Слава, для тебя, в частности, и для всех, кто в Москве или в крупных городах, есть кодовое слово. Называется либо Министерство образования, либо Департамент образования. Не написано нигде в регламенте. Покажите регламент, где написано, что ученик не может покинуть аудиторию, имеется в виду, для того, чтобы, ну, там, выйти перекусить. Не написано нигде. Вот, и отсюда второй момент, да, ну, на какой-то там, на 5-10 минут. Понятно, если вы будете полчаса сидеть на диване, конечно, к вам подойдет какая-нибудь там, ну, тетушка, учительница, зауч или еще что-то, скажет, ну, слушай, ну, дорогой мой, ну, наверное, как-то надо, давай батоны как бы вместе сложим, вот, и отправимся в экзаменационную комнату все-таки экзаменом заниматься, а не тут как-то, да, чаи гонять. Вот, это понятно. В туалет вы можете выходить, вы в туалет можете выходить сколько угодно. Вот, вот это произвок, надо, собственно, сказать, только в туалет и все. Я понимаю, да, проблема в том, что если я выхожу, меня остановить сложно, потому что, ну, я учитель бывший, да, ну, в общем-то, бывших, наверное, в данном случае не бывает. Понятное дело, что я знаю позывные, кодовые слова и так далее, которые угомонят любого учителя. Вы школьники, как бы бывшие школьники, но вы уже взрослые люди, отстаивайте свои права, но без скандалов, да, спокойно, уверенно скажете, я устал сидеть на стуле, да, просто по-человечески. Можно, пожалуйста, я вот здесь накреслиться на диванчике, пять минуточек можно я посижу, если вам это надо, понимаете, без скандала, спокойно. Ну, неужели не пойдут вам навстречу? Да пойдут, учителя не звери, вы понимаете. Это все изначально все-таки большинство в своем гуманистически настроенные люди все равно в интересах ученика все делают. И так далее. По поводу хавчика очень важно. Смотрите, какой сюжет. У меня бывали конфликты на вот этом пункте, да, где там охранник стоит, рамка и так далее. Бывали конфликты, когда я, значит, сникерс брал какой-нибудь. Обычно я беру, кстати, сникерс, там два кусочка удобно, в общем, с лесным орехом. Вот. И сок. Но смотрите, какой нюанс. Дело в том, что там так прописано в этих регламентах, что да, вы не должны с собой иметь никаких носителей информации. И меня, кстати, спрашивают, Валентинович, ты был вчера на стриме Алексея Гончарова по обществу? Был, да. Я, правда, ничего не послушал. Я просто залетел на две секунды посмотреть, что там в чате происходит. Просто любопытно было. Я не очень понял, при чем тут Гончаров и общество знания. Хотя... А, он же учитель школьный тоже, да. Ну, я думаю, ну, надо будет... Я залетел такой, привет просто написал. И ушел, по большому счету. Мне просто выдалось, что вот оно идет. Надо будет поизучать, конечно, его творчество. Но то, что я слышал по Хрущеву, было несерьезно. То есть у него больше там было эмоций, нежели конкретики. А он претендует, вроде как, на такого серьезного препода, как мне показалось. Вот. Но я там больше услышал эмоцию какую-то. Хотя... Кому... Ну, каждому свое. Опять же, кому-то, может быть, очень нравится, никого не хочу обидеть и так далее. Так вот, смотрите. Да, вот кто-то пишет, у кого-то таблетки забрали, у кого-то еще что-то. Смотрите, какой сюжет. У нас федерализм. Только федерализм у нас проявляется не в политическом отношении. Да простят мне, соответственно, это высказывание. А он занимается в том, что у нас есть местечковые, местные князьки. Да, и в том числе какая-нибудь завуч или директриса, местная, какой-нибудь местной школы небольшого городка. Ёб моё, она, понимаете, директор. Директор школы. Ё-моё. Социальная мобильность, социальный статус, директор. Понимаете? Просто недостижимо. Естественно, этот маленький местный князёк будет устанавливать свои правила. Нет! Да на самом деле всё это они делают из страха. Потому что вот они сейчас пропустят вас с этой таблеточкой. А дальше, ну, им прилетит, что вот чего-то в камеру там что-то увидели и так далее. Охота есть с этим геморроиться. Нет, ей проще на самом деле насрать на все правила. Не искать вообще никакого, да, демократического пути гуманистического. Просто сказать, так, вот вы, значит, в трусах заходите в аудиторию, сдаёте, потом выходите. Всё. Чтобы шпаргалки ни у кого ниоткуда не вываливались. Так будет проще. К сожалению, такая вот у нас государственная образовательная система. Так вот, значит, дальше мы с вами говорим про хавчик. Основной лайфхак. Да, ни на одном экзамене за 4 года, с 2017 по 2020 год, да, ни в одном, ни в один раз мне не разрешили проносить воду и питание в аудиторию. Не могу сказать, что я настаивал на этом, но как бы я понимаю на самом деле, что даже если этого в правилах нет, а напрямую это в правилах, по крайней мере, вот в том году не было ещё прописано. Вроде как не было. Не знаю, можно посмотреть ещё раз, прошерстить, но я понимаю общие какие-то принципы, правила. Так вот, вроде как не запрещено, но я считаю, что даже если это не запрещено, то стоит запретить проносить питание и воду в аудиторию по одной простой причине. По одной простой причине. Потому что, потому что, если вы принесёте воду, вы её откроете, начнёте пить, а если это газированная вода, газированная, то может она ещё разлетится в стороны. В общем, вы устроите, на самом деле, там кавардак. Поэтому вы замочите себе тесты, возможно, трусы там и так далее. Так вот, поэтому я считаю, что это правильная мера, что не пропускают с едой в аудитории. Это правильно. Но давайте так. Чтобы пронести всё-таки на экзамен, уверенно пронести воду и питание, кому это очень нужно. На самом деле, это немаловажный вопрос, потому что ваши мозги работают очень интенсивно, и вам действительно нужно подпитаться за время экзамена. Так вот, что вы делаете? Вы берёте сникерс просто-напросто, ну, если сникерс или что угодно, какую-то шоколадку, да? Так вот, берёте прозрачный пакетик, и в этот прозрачный пакетик его себе кладёте. Всё. То же самое касается воды. Возьмите себе просто водичку, оторвите у неё этикетку, и говорите, смотрите, дорогие мои охранники, мы понимаем, что вы-то в своё время ЕГЭ не сдали, скорее всего, нормально. Вы, скорее всего, высшее образование не получили и так далее. Мы понимаем, что люди, вы недалёкие. Ну, про себя всё говорите, да? Просто говорите, ну, мне очень хочется пить и кушать во время экзамена. Пожалуйста, пропустите меня. И вот глаза, как у этого кота из Шрека, да, наливаем так прям. Ну, очень хочется кушать, понимаете? Ну, прям вам плохо. Или сидите, мне прям плохо. Я жрать хочу, там, и так далее. Так вот, короче говоря, берёте это всё без этикеток и проносите. Вот это вот, да, из тех вещей, которые каждый год объясняю, в течение года объясняю. В ролике я это уже, по-моему, говорил когда-то там про что там. Или я это не... По-моему, я упоминал, но не объяснял. Короче говоря, это тоже очень важный момент. Так, ну, давайте попробуем... Давайте попробуем на ответы поотвечать. Спокойно, короче говоря. А, и ручки, ручки, ручки. Ну, это вы и так знаете. Но ещё раз, да? Всё-таки, всё-таки пару вопросов... Вот, пару вопросов я хотел ещё затронуть каких-то. Сейчас, секунду, на идиота отвлёкся. Вот. Да, ну, сейчас ещё раз придёт. Вот, это не страшно. Это мой постоянный зритель, на самом деле. Вот, про ручки, да. Ручки, да, берите, ну, не три, я не знаю, три. Ну, пару ручек возьмите, вот, на всякий случай. Ну, просто, чтобы ни у кого там не попрошенничать. На самом деле, вот начинается там, когда на экзамен вы приходите, вот они, значит, они... Вот, да мы вас не пропустим, если у вас ручки нет, на, попробуй ты меня пропустить, если у меня нет ручки. То бипс, да, будет, вот, если ты меня не пропустишь. Всё. Департамент образования уже вчера будет знать, что у тебя беспредел творится на твоём пункте проведения экзамена. Вот, я ещё блог сниму, вот, и, в общем, растиражирую. Всё-всё, всем расскажу, всем всё будет известно. Просто ученики будут по твоей школе потом ходить, будут на тобой подсмеиваться, что тебя Валентинович обосрал. Вот и всё, вот с чем ты столкнёшься. Надо всегда помнить про общественную ответственность, опять же, своих действий. Когда мы говорим вот про учителей и училок, которые издеваются над учениками или над великовозрастными дебилами вроде меня, которые приходят на экзамен и говорят, мы тебя не пропустим без ручки. Я говорю, как ты не пропустишь? Вот, всё, уже пропустила. Всё. Приходите в аудиторию, вам дадут ручку, на самом деле. У меня был такой сюжет. Был я без ручки, дали мне ручку, на самом деле. Вот, но давайте исходить из того, что они нервничают, они переживают, они хотят как лучшее, но получается, как всегда. Да, ну возьмите, ну что вам, сложно что ли? Купите сегодня эти ручки, возьмите их завтра с собой на экзамен. И кроме паспорта вам, в принципе, ничего не нужно будет на экзамене. Поэтому вы это знаете, давайте не будем никого заставлять нервничать. Вот, так что действуем вот в тех правилах, которые вы уже видели. Как поступать в случае, если возникла необходимость задать вопрос по технической части заполнения бланков, однако организаторы ПП отказываются ссылаясь на информационный бланк. Как, а что ты сделаешь? Ну ты их просишь помочь, они тебе не помогают. Вот, все, ну ты уперся в стену здесь. Я не вижу никакого решения проблемы, вот, потому что ты не можешь выбегать из аудитории просто так, у кого-то там спрашивать, ну только давить на жалость, опять же. Просить, ну если вы не знаете, ну вы не знаете, так вот, пожалуйста, значит, привлеките людей, которые знают. А они говорят, ссылаясь на информационный бланк. Ты говоришь, а где это в информационном бланке написано? Они подходят, не могут найти. Ну тогда тем более, говоришь, ну если вы не можете, знаете, это как в магазине, когда, допустим, приходишь к продавцу, продается, говорит, я не знаю. Говоришь, ну, а кто знает-то? Ну если ты не знаешь, давай, значит, главного своего, давай руководителя, давай директора магазина и так далее. Все очень просто, решается, но спокойно, поступательно, спокойно. Но я вас прошу, не нервничайте, пожалуйста, перед экзаменом, во время экзамена, не надо, да, лишнюю суету не наводите. Все спокойно, это я так утрирую на самом деле, да, что вот там все злодеи, подлецы и так далее. Далеко не все злодеи, далеко не все подлецы и так далее. Ладно, так, отвечу, вопрос, конечно, пустой, но тем не менее, я его просто увидел случайно. Если у меня готово сочинение по второй половине 20 века и все по 19, надо что-то еще дописать сейчас. Ну, ты, наверное, сам можешь ответить на свой вопрос, если у тебя по второй половине 20 века готово, а по первой не готово. Наверное, по первой стоит пописать, наверное. Но я бы тебе рекомендовал отдохнуть. По поводу шпаргалок, я уже снял ролик, я уже ответил на этот вопрос по поводу шпаргалок. Но, ребят, я как преподаватель, как педагог, как учитель, не могу вам советовать брать с собой шпаргалки. Но как человек, который понимает, что от сдачи ЕГЭ может зависеть очень многое, что поступите вы в тот вуз, который вы хотите, на бесплатный или на платный, я понимаю, что у многих будет желание взять шпаргалки. Но поймите, что вероятность того, что вам попадется задание, которое будет конкретно... То есть, чтобы это попало шпаргалке, шпаргалка должна быть размером, я не знаю, с большую советскую несклопедию. То есть, шпаргалки не панацея. Это панацея для кого? То есть, я бы сказал, единственный сюжет, кому я не могу возразить, да, в том его праве, ну, как бы праве, это не право, да, это нарушение правил, но в его желании взять шпаргалки. Это человек, который, ну, к сожалению, в течение года нормально не занимался или только вот недавно узнал, что ему надо задавать историю, вот, и он пустой, как бы, да, он дат не помнит, не знает, много чего не знает. Так вот, для такого человека могу сказать, что да, тебе, вероятно, тебе, вероятно, все-таки шпаргалки могут пригодиться. Но мой, да, моя догматика заключается в том, что шпаргалки брать не надо, потому что, потому что хуже только от этого может быть. Особенно обидно будет, если вы в течение года интенсивно готовились, вы можете написать пробник на приличные какие-то баллы, и тут у вас эти шпаргалки каким-то образом вас спалят. Поэтому не надо. Так, вопрос, хотя я об этом уже говорил в самом начале. Если все три личности говно, стоит ли прибегнуть к формулировке «Глинская выделила деньги»? Да, да, еще раз. Идеальное сочинение — это когда у вас монарх подписал какой-то приказ, какой-то разработал реформу и так далее. Вот эти все фразы, дело даже не во фразе, а понятно, что действие конкретное. Вот в чем смысл. Но если этой конкретики вы не можете привести, потому что вы не писали такое сочинение, допустим, потому что все сочинения по всем темам написать, это, конечно, ну, огромная работа. Я мало верю, что кто-то эту работу произвел на свет на самом деле. Это коллективный, скорее, труд в какой-нибудь там школе или каких-то репетиторов может создать все эти сочинения. Каждый день надо сочинение писать, его редактировать. Это большая работа. Как бы сочинение за полчаса не пишется. Хорошее сочинение имеется в виду, чтобы его потом выкинуть в интернет. Вот на интернет в этом смысле, ребят, меньше ориентируйтесь. Так вот, да, в патовой ситуации, конечно, давайте фразы. Вы сами эти фразы знаете. Те фразы, которые я высмеивал, да, еще раз, инициировал, лично указал, выделил средства там и так далее. Да, используйте, потому что о чем вам еще остается? Только это и можно делать. Что делать, если попадутся деятели культуры? Все то же самое делать. Деятель культуры что-то создал, какой-то конкретный продукт. Никакой сложности. У тебя не будет, вот, на 99% я уверен, что даже, даже на 99,9%, что, ну, не будет трех деятелей культуры. Деятель культуры, с другой стороны, достаточно неплохо. Только с ним не так можно эффектно расписать значения или, да, там, последствия, вот эти все вещи. Хотя, когда мы говорим про сочинение пароля личности, то у нас там, как бы, влияние на события, произошедшее уже после его смерти, но будет вот, да, Пушкин, написал Евгений Онегин, а как-то повлияло на события после его смерти. Ну, культур, мультур, там, что-то развивался и так далее. Ну, это очень абстрактно. Я не знаю никакого конкретного влияния деятельности Пушкина на последующих писателей. Конкретики, не знаю, я понимаю, что, там, Гоголь основывался на творчестве Пушкина. В смысле, он тот язык, который Пушкин утвердил, да, Гоголь им будет пользоваться. Он будет продолжать эту традицию русской словесности. Понятно, что Тургенев и Достоевский, и Толстой будут действовать в русле той классического направления литературы и поэзии, которую заложил Пушкин. Это понятно. Но это общая фраза, на самом деле. У меня никакой конкретики нет, но в патовой ситуации на экзамене, конечно, я это напишу. Чтобы записать условия на бланках про то, чтобы... Ага, да, ребят. Ну, это, да, да, тоже очень важный вопрос, очень важный момент. Для меня, на самом деле, и для вас, для апелляции. Смотрите, какая штука. Когда мы с вами говорим про задание 24, обязательно записываем формулировку в бланк, в чистовик. Потому что без этой формулировки вы можете сказать, ну, примерно было об этом. Но, понимаете, дьявол-то кроется в деталях. Может быть, там какое-то было слово, которое вы упустили, оно является решающим. Поэтому правило важное для сдачи экзамена. Всегда 24 задание, формулировку вы выписываете. Про 23 задание я попрошу вас тоже, особенно и прежде всего своих учеников, выписать тоже формулировку 23 задания. И если это сложное, 22, если оно сложное. Почему? Потому что для апелляции это будет упрощать нам жизнь, если у вас вопрос жизни и смерти, и вам нужно подать апелляцию. Или просто для того, чтобы для будущих поколений мы эти задания собрали, и потом проанализировали, как проверяющие работают, общий анализ здесь сделали, как лучше сдавать ЕГЭ по истории. И таким образом мы просто прогрессировали. А вы сделаете вклад просто для будущих учеников моей онлайн-школы, если вам понравилось заниматься у меня, если вам было комфортно, если вы получили знания, на которые вы рассчитывали и так далее. Я вас по-человечески прошу это сделать, чтобы мы сделали в итоге банк заданий, который был в 2021 году на экзамене. В каком случае подавать апелляцию? Но скорее об этом надо будет ролик отдельно снять, но в двух словах. Тогда, когда это вопрос жизни и смерти. В ситуации, когда у вас, допустим, 96 баллов, и вы проходите на бесплатный, но вы видите, что, в общем-то, можно было бы попробовать на 1 балл отыграть, в такой ситуации на апелляцию идти не надо, потому что вы можете пойти на апелляцию, вам могут снизить. Если у вас, естественно, вы не набрали порог, надо однозначно идти на апелляцию, если вы не набрали порог. Второй момент. Если у вас ситуация того, что у вас 96 баллов, Но для того, чтобы пройти на бесплатный, нужно 98 и идти на апелляцию, потому что хуже уже не будет, вы и так не проходите на бесплатный. Или задуматься, а может быть вы с этими 96 баллами можете пройти в другой вуз на бесплатный, то здесь однозначного ответа нет. Это вообще конкретная уже будет ваша стратегия того, стоит вам это делать или не стоит, конкретно в применении к тому вузу, который вы выбрали. Вот в чем смысл. Как заполнять графу школу выпускнику прошлых лет в бланках? Тебе все расскажут, я не помню. Там, в общем, на экзамене ты приходишь, там на доске все написано, там все расскажут. Что-то там, короче, там все расскажут, я не помню. Вот как мне говорят, я так и делаю. Вот так. Дальше. В каких заданиях второй части, важный вопрос, кстати, можно допускать фактические ошибки? В 23-м, в 24-м вообще не паритесь. Вам говорят, наша математика простая, говорят, приведи три причины события, приводи 23 причины события. Говорят, приведи два аргумента за, два аргумента против, приводи 22 за, приводи 24 против. А вот в 2020-м нельзя. В 2021-м там, понятное дело, что вообще просто переписать, тут о фактах вообще речи не идет. В 2021-м задании, 2020-й, 2021-м, 22-м задании тоже я, честно говоря, подозреваю, что лучше не надо. Не могу сейчас сослаться на конкретную норму по документам, вот, но кажется, что там что-то не надо придумывать, не надо что изобретать, потому что если спросить точную датировку, естественно, ты можешь писать только точную датировку. Там есть какие-то на этот четко методические рекомендации. Вот, кстати, что стоит вообще сделать там завтра утром? Вот, что стоит завтра утром сделать? Я бы вам порекомендовал взять методические рекомендации Артасова, их завтра с утра перечитать. Это достаточно быстро, там примеры сочинений, примеры 24-х заданий, вообще в целом документик не очень большой. Если вы придете за полчасика до экзамена, распечатайте себе методические рекомендации или на телефоне их посмотрите. Таким образом, как бы сосредоточитесь, еще раз все ошибки проговорите, ну и так далее. Сами себе, да, вы можете с учениками, там, своими друзьями тоже посидеть, почитать эти методические рекомендации. Сейчас там каждый раз находится что-то новое, там каждый раз очень много полезной информации. Даже для меня ты каждый раз перечитываешь их и каждый раз какой-то новый нюансик узнаешь, видишь. Поэтому, пожалуй, это единственное, единственное, что нужно. Второе, да, на втором месте, что стоит, опять же, для своих учеников, для тех, кто, там, мне писать, я всем скидываю свои схемы. Мы говорим про схему по Великой Отечественной войне, схему по крестьянам и схему по мирным договорам. Конечно, мирные договоры, наверное, это топовая тема, которую нужно повторять перед экзаменом. Потому что, во-первых, датировки, во-вторых, какая война, какие условия, все они между собой путаются. Вот, у вас в голове чаще всего поэтому, поэтому, пожалуйста, да, повторяйте мирные договоры. «Мой репер по истории говорит, что нужно было покупать сборник Курукина вместе с материалом внутри него. Это могло быть полезно? Надо было Артасова решать. Если ты Артасова прорешала, прорешала, прорешал, дорогая пельсинка, то, значит, все хорошо. Тесты Курукина, я не очень понял, значит, вместе с материалами внутри него. Какой еще сборник вместе с материалом внутри него, вообще не знаю, о чем речь. Видимо, какой-то еще сборник есть. Я про один сборник Курукина знаю и про учебник, который тоже там ему уже 5 лет в обед, наверное, будет. Так вот, тесты Курукина — это вторично. Совершенно вторично. Вот я в этом году вообще, по-моему, к тестам Курукина пару раз, может, прибегал и то. Вот, там что-то посмотреть, какие-то, ну, дополнительные задания там кому-то выдать, вот, ну и все. Что касается в целом, тесты Курукина, они являются, ну, второсортным материалом, скажем так. Так, что делать, если планируешь исписать на вторую часть по истории листов 7, а наблюдатели не выдадут до бланки? Выдадут, выдадут как миленькие. Такой случай был на пробнике. Пробник — это не тот случай. То есть, имеется, пробник — это нереальный экзамен. В моем случае у меня этих листов набирал, там, 10 штук. Поэтому здесь главный момент, что когда вы добираете дополнительные бланки, вы должны рассчитывать время. Потому что, смотрите, какая штука. Вот пишет, значит, Леня, да, пишет, я хочу там 7 листов. Умножай 7, на самом деле, ну, минимум минуты на 3. Потому что ты поднимаешь руку, ты тупишь, затормаживаешься в этот момент. Ты, конечно, хорошо, если у тебя мысль идет, и ты продолжаешь. Ты такой, поднял руку, типа, можно бланк? А тем временем продолжаешь решать. Это хорошо, это как бы ты четко сработал. Но вероятность того, что ты поднял руку, отвлекся, попросил бланк, вот тебе принесли этот бланк, там нужно записать. Ну, 3 минуты закладывай. Если ты берешь вот этих дополнительных бланков 7 штук, считаешь, что 20 минут времени на экзамене у тебя, в общем, потеряно. Ну, это такие вот издержки. У меня, например, такие ситуации бывали. Вот такие ситуации бывали, когда я, вернее, каждый раз. Вот, еще я машину забыл поставить на парковку. Вот, не знаю, сейчас, наверное, штраф 5 косарей прилетит. Кстати, неприятно, вот, но попробую припарковаться сейчас. Либо я сэкономил 150 рублей, либо я просрал 5000. Ну, ничего не поделаешь, вот, ничего не поделаешь. В общем и целом, как-то надо было сразу соображать. Вот, а сейчас я, да, каким-то образом понял, что я опростоволосился. Так, значит, мне где-то вот досюда, вот в этот момент уже, пожалуй, надо будет уезжать. Да, какая неприятность. Вот так вот. Стоимость этого стрима 5 косарей, граждане. Сволочь, с этой городской парковкой достали вообще. Так, вот. Так что это тоже очень важный момент. Я на него, кажется, ответил. Что ты думаешь о Ломоносов Скул? Ну, я думаю, что то, что я думаю сегодня о Ломоносов Скул, это не так важно. Мы списывались, и напомните, пожалуйста, как зовут этого преподавателя, у них основной там базовый преподаватель. Вот, как его зовут, мне надо его найти, я с ним переписку делал, но, вот, надо его найти. Мы с ним списывались, в мае хотели встретиться, но, как мы видим, сейчас уже середина июня, в общем, целом. Вот так вот. Блин. Ну, вот, да. Так, а как писать ленд-лис и все словосчитания через дефис, бланки без дефис? Вроде без дефиса. Там написано правило в бланке, еще раз посмотри. Я думаю, что, по-моему, без дефиса все это надо делать. Я каждый раз точно не помню. Вот, я скорее, знаете, по теоретической части, а вот эти все организационные вопросы вам там на месте, в общем-то, подскажут. Вот. Так, ключников Андрей Сергеевич. Сейчас я посмотрю. Да, я ему писал. Сейчас я ему, сейчас, секундочку, да, такая небольшая пауза. Да, пожалуйста, ребят, я буду признателен, уже три с половиной тысячи просмотров набралось, а лайков, блин, у меня умскул вылезает сразу. История твою дивизию. Вот. Вот, короче говоря, поставьте лайков, пожалуйста. Возможно, стрим пригодится кому-то еще. Зачем-то, не знаю, зачем. Так, Андрей Ключников. Так, Ключников. Вот, Андрей Ключников, да. Сейчас я ему напишу. Привет. Как насчет, насчет пересечься, как насчет встречи в этом месяце? Можно, да, можно подкаст, подкаст или, или, или без, или без камер. Вот. Ну, можно и то и другое. С камерой. Хоум-видео будем делать. Так, ладно. Продолжаем разговор. Такс. Кому я еще не отвечал? Угу. Вот это приятно. Читать я это не буду, но... Слушайте, ну, это же лучше, чем ничего. Наверное, так. Вот. Такс. А чем, что лучше повторить по теме возвышения Москвы? Какие князья чаще всего? А, Лень, я уже не отвечал на твой вопрос, так что иди в справочник Баранова, там все написано. Так, там, собственно, два, два, наверное, князя-то тебе нужны. Иван Калита и Иван Калита. Такс. Как успокоиться перед экзаменом? Тимур спрашивает. Как успокоиться? Ну, можно это. Барышням, правда, такой совет не подойдет. Вот. Но, мужики, не переживайте. Встали с утра. А, значит, ну, в смысле, ну, это, ну, маракасами, в смысле. Вот, пошерстили, да? Да, да, окей. Ну, значит, никаких, ребят, никаких таблеток, никакой херни такой, пожалуйста, не надо. Лучше уж, в конце концов, чеку свою вздерните. Вот, реально, не надо, не надо, вот, да, какие, прибегать к каким-то сомнительным средствам, которые плохо скажутся на вашем здоровье. Да, тем временем у Сани по физике, вон, две тысячи зрителей. А что, завтра физика еще, да? Вот, да, 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 по-моему, завтра физика. Ну, Саня, ну, извини, Саня, ну, сравнил вообще, да? Да, в общем. Так, что еще у нас тут? Что у нас тут еще? Ага, сексуальная тварь пишет. Дед, удачи, завтра ждем сотку всей онлайн-школы под названием ЕГЕ с Валентиновичем. Да, я, на самом деле, я жду, ну, у меня была уже сотка на экзамене. Ну, многие, да, многие сдают пять лет подряд и каждый год на сто баллов, вот, но я не из этого числа, сами понимаете. Вот, я не такой везучий и я не такой пиздобол, в общем. Но, когда мы с вами говорим про, там, для меня, ну, я, для меня экзамен, это каждый раз апробация того, что там, вот, появляется, ну, то есть, что-то новенькое, какие-то, вот, какие-то принципы, новые сдачи экзаменов и так далее. Вот, мне сто баллов, ну, клево, конечно, приятно будет получить, но это не принципиальный вопрос. Вот, в любом случае, я понимаю, что я больше девяносто точно, как бы, получу, и на этом можно успокоиться, в принципе. Ну, то есть, считайте, что ты, в принципе, профессионал, в принципе, вот. Вот, ну, хотелось бы сто баллов. Так вот, что я хочу сказать, я очень рассчитываю, ну, вот, на ряд учеников, кто присутствует, в частности, в чате. Слава, я надеюсь, да, Слав, надеюсь, не подведешь, но хотя бы девяносто девять или сколько там, девяносто восемь баллов, сколько там можно набрать, меньше сотки. Конечно, девяносто восемь девяносто девять, понятно, что тоже результат титанический. Надеюсь, будет у нас везение, и ряд моих учеников наберут баллы. Я даже вот Ильичу, пускай он будет таким образом статистику Умскула увеличивать, вот даже Ильичу, вот, я желаю удачи, чтобы он сдал на сто баллов, потому что, несмотря на то, что у нас с Ильичем разные идеологические взгляды, Ильич, на самом деле, это ученик, забыл, как зовут, ну, сложное имя такое, вот, сложное имя, но, в общем, его не Ильич, на самом деле, зовут, вот, я желаю даже Ильичу удачи, я желаю удачи всем ученикам Элли Шмидт, я желаю удачи на сто баллов сдать всем ученикам Умскула, всем, всем, Ильнур, да, да, по-моему, Ильнур, действительно, вот, похоже, да, там, такое имя, вот, ну, я не хотел говорить, да, Ну, в общем, такое вот, ну, такое вот, как это правильно сказать-то, вот, ну, чтобы меня ни в чем не обвинили-то, вот, так что всем в любом случае удачи, в любом случае, неважно, откуда вы из, да, Айдар, да, Айдару тоже ученик, тоже, вот тебе тоже удача, вот смотри, значит, Айдар, тебе конкретно, да, ну, не только тебе, но многим ученикам, вот, кто позже присоединился, Айдарчик, ты же у меня, по-моему, на полугодовом, ну, вот, пожалуйста, внимательно читаем задание, внимательно, не торопимся, никуда, никуда не торопимся, все будет хорошо, да, Георгий тоже, я очень рассчитываю, что и сладкий эклер, и Георгий, я рассчитываю, что вы ходили весь год, уверенно занимались, знаю, что, вот, Георгий, по-моему, насколько я понимаю, ты не то, чтобы ориентируешься, там, на 100 баллов, но я надеюсь, что в любом случае больше 90 получится, потому что, ну, столько было потрачено сил и времени на то, чтобы позаниматься, Серега вот просит тоже, тоже, Серега просит тоже всем, 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 на самом деле, везение и удача на экзамене, давайте вопрос какой-нибудь, что там у нас, что там, есть смысл смотреть разбор Дальнего Востока, мне кажется, что, наверное, ну, 60% против, 60% против того, что как раз не нужно, почему, потому что, ну, смотря, смотря, собственно, если ты в Москве находишься, ну, в московской, да, часовой зоне, то получается, что разница-то большая, вот, и, короче, это надо все равно рано утром вставать, мне кажется, что не имеет смысла, вот, я не буду смотреть, я ни в один год не смотрел и ученикам не разбирал задания с Дальнего Востока, просто потому что, ну, слушайте, перед смертью не надышишься, не факт, что эти задания, в принципе, реальные, потому что это могут быть какие-то полу-недосливы, и второй момент, я, в общем-то, не хочу вставать рано, не хочу заставлять учеников вставать очень рано, поэтому я не считаю, что это хорошая штука, но, да, для кого-то это может быть реально бустом таким для экзаменов, для кого-то, но в большинстве я вот считаю, что не нужно. Так, нельзя, нельзя с собой ничего брать, но если хочешь, возьми, собственно, благословлять не буду. Как относишься к топ-скул, ну, он же не топ-скул, да, топ-репетитор Кириллу Витальевичу, но какое это имеет значение за день до экзамена, собственно говоря, я уже все остальное, все остальное уже, уже все сказано, уже все сказано, вот, или, например, вот спрашивают про Сатаров Фэмили, давайте мы об этом поговорим, если это десятиклассники, которые рассчитывают, ну, прийти готовиться в онлайн-школу и не знают, какую выбрать, вот, то давайте мы об этом поговорим летом, летом, где-нибудь ближе там к августу месяцу, когда вы начнете уже выбирать себе онлайн-школу, вот там я вам и все расскажу, все покажу, что я по этому поводу думаю. Ну, это будет исключительно мое субъективное мнение, моя исключительно такая вот, вы знаете, непрофессиональная позиция будет, мое личное мнение. Про самый плохой случай, если в 24-м курс стальной децентрализации, да, в 25-м Лефорт Конев, что делаем, заливаем бланк, какой план действий и шанс уйти в резерв? Да, ребят, важный на самом деле вопрос. Смотрите, теоретически, вредные советы, да, мы сейчас раздаем, теоретически, ребят, вы не забывайте, что вам может стать дурно на экзамене, вы можете почувствовать резкое недомогание, вас может, вас может начать тошнить, в принципе, прям, вот прям, прям, прям сидите, прям уже все там, вот прям, ну, не так карикатурно, конечно, как я, но прям, что вам плохо, прям, сидите, бля, как мне жарко, ох, как мне, как, о, 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 как мне плохо, вот, все, в принципе, весь этот цирк, вот, но только чтобы у вас все-таки это было, ну, артистично, понимаете, это должно быть, ну, в стиле Евгения Николаевича Понасенкова, потому что иначе не прохавают, да, но, в принципе, в любом случае вы можете, даже не показывая, сами знаете что, ну, реально, да, никакие, никакие интимности не показывая, в принципе, можете рассчитывать на то, что вам зачтут этот день как, ну, пропущенный по болезни, то есть вы можете сказать, что вы себя плохо чувствуете, и, в принципе, вам не будут вставлять анальный зонт, вам не будут вставлять две палки в нос, там, еще что-то, вас не будут брать тест на коронавирус и так далее, все это не будет, просто, в принципе, вас должны, опять же, я понимаю, что есть какое-нибудь там село Новые Бубенцы, там есть какая-нибудь медсестра Мария Ивановна, которая людей не любит, не то, что детей, она вообще, в принципе, никого не любит, да, да, может, там, какая-нибудь, там, не знаю, 90-летняя какая-нибудь бабка, которая, ну, вообще, да, она просто злоходячая, и, понятное дело, что вам скажут, нет, все, пиндуй, значит, на экзамен, нас это не интересует, я понимаю, что у кого-то может быть такой, такая ситуация, но, ребят, в большинстве случаев, все-таки, экзамен проходит вот в таком режиме, что если вдруг кто-то, пожалуйста, на свое само... о, блин, на свое самочувствие вас спокойно из экзамена выпустят, вам перенесут день сдачи, но понимаете, что в итоге то, что вы придете в резервный день, далеко не значит, что не будет та же самая ситуация, то есть, понятное дело, что это не фулл хаос такой, но если вдруг чего, если вы сидите, и вы просто в панике, потому что вы понимаете, что, ну, ничего не знаете, да, такой лайфхак, что называется, существует. Вам, в конце концов, реально стало плохо просто от того варианта, который вы получили, да вы просто, ну, просто сознание теряете от того страха, который на вас наваливается, что вы, допустим, не напишете экзамен, и у вас будут такие проблемы в жизни и так далее, ну, то есть, понимаете, да, что у вас может быть действительно, действительно вам от этого может стать плохо, там, участиться с сердцебиением и так далее. Все, пожалуйста, можете претендовать на то, чтобы покинуть аудиторию. Валентинович, вот по твоему сугубо мнению, сугубо, сугубо, по губам, я перехожу в 11 класс, но ладно, раз уж я открыл, то будет тупо не отвечать, надо вначале читать, а потом выделять. К обществу хочу подготовиться, поможешь, ну, я на этом, как бы, это, типа, это мой хлеб, да, приходи, помогу. Будет летом летняя школа, так что да, давай. Так, Станислав Валентинович, про сочинение. К примеру, Екатерина II, если первое событие про уложенную комиссию с ролью Екатерины, ну да, она написала наказ уложенной комиссии, можно сказать, что распорядилась о созыве уложенной комиссии. Если вы начинаете вот эту магию с несколькими глаголами, на самом деле достаточно сказать, что Екатерина написала наказ уложенной комиссии, что стала основополагающим документом, его там зачитали, траливали, писатиши. А второе, восстание Пугачева. Это сочинение по Екатерине II, да? Восстание Пугачева, да, можно сказать, что указывать роль Екатерины, не, не нужно. Нет, это просто процесс, который относится к Екатерине Второй, восстание Пугачёва, как бы, да, оно к ней имеет отношение. Вот, там, правда, так написано, да, в демоверчестве, что события, сейчас, сейчас дайте точную формулировку, я зачитаю. Сейчас, секунду, как там получается, чтобы точный ответ дать. Демо, так, сейчас, сек. Так, тут у нас с вами по личности написано так, что чья деятельность связана с событиями, в которых участвовала выбранная историческая личность. Как бы, понятное дело, что Екатерина не участвовала в восстании Пугачёва, но, как бы, блин, знаете, сложность вот такая есть, да, но это, как бы, процесс, которым участвовала Екатерина с той точки зрения, что она была заинтересована в том, чтобы подавить восстание Пугачёва. Вот, поэтому есть небольшая такая хитрость, небольшая вероятность, что если всё-таки вы указываете Пугачёва, да, что если уж по логике докапываться, то мало ли чё. Но я думаю, что можно писать. Другое дело, что вам всё-таки стоит, как мне кажется, давать ещё третью личность. Я считаю, что, ну вот, я считаю, что двух ролей личности недостаточно, просто потому что это, ну, небезопасно. Потому что, вот, действительно, подкопаются к вам, скажут, что, допустим, восстание Пугачёва, а, как бы, Екатерина не участвовала же в восстании Пугачёва, и поэтому мы тебе не засчитали. Но есть такая вероятность, что всегда есть такая. Вот так. Как можно будет с вами встретиться? Да, можно будет, но единственное, что я, в общем-то, в Москве базируюсь, и не могу сказать, что я прям часто куда-то выезжаю из Москвы. Вот. Ну, когда будет следующая встреча? Ну, она будет прежде всего с учениками, наверное, так. Прежде всего с учениками. Уже, я думаю, что после сдачи экзамена, вот, сдадут экзамены, получат результаты, и тогда, собственно, встретимся. Вот это будет максимально актуально. Так что, вот, я думал всякие встречи до, ну, вот, или, может быть, 14-го числа, я в качестве вот такого варианта, чтобы просто кайфануть, вот, может быть, кто-то захочет пойти в компьютерный клуб. Я хотел, ну, предполагал, что, может быть, сегодня, но, знаете, погода отвратительная, дождь, и самое главное, что у меня дела еще в 4 часа, я не знаю, во сколько они закончатся. Они могут закончиться за 10 минут, а могут закончиться за несколько часов, я не знаю, я еду в ГИБДД, вот, поэтому это непредсказуемо. Так вот, поэтому, понимая, что, допустим, назначать встречу на 6 часов вечера, это еще поздно, потому что все-таки школьники, домой надо возвращаться, ну, часам там, да, к 7-8, ну, максимум, чтобы родители не беспокоились. Вот, поэтому, если это будет 14-го числа, то это будет днем, вот, днем кайфануть, поиграть в стрелялочки какие-нибудь на, там, 2-3 часа. Вот, в центре Москвы есть такой клуб компуктерный, я там ни разу не был, очень хочется, вот, как-то он там называется, прям вот, прям на Лубянке, по-моему, не, не Лубянка, а на Охотном Ряду прям, вот, я прям хотел туда сходить, и если кто-то ко мне присоединится, пару учеников, будет приятно. Вот, а так, просто встреча с подписчиками, я думаю, могут быть, если на этот спрос есть, но это надо организовывать все-таки в виде, наверное, больше не прогулки, а уже какой-то конкретный конференц-зал там снимать, еще что-то такое. Вот, сейчас не до этого, вот, вот в эти дни конкретно, мне кажется, что это будет никому неудобно, как третья нога. Окей, так, в этом году могут усложнить историю, в этом, которую мы сдаем, или в следующем? Усложнять никто ничего не собирается, просто иногда Артасов дает какие-то неадекватные задания, на мой взгляд. Взгляд. Правда, что в резервные дни сложнее варианты? Нет, неправда. Неправда, что сложнее был или проще был досрочник, неправда, что на Дальнем Востоке сложнее, а в Центральной России проще. Все это неправда. Потому что, смотрите, как оно получается. Каждому кажется, что тот или иной вариант простой или сложный. Почему так получается? Потому что у вас есть вот ваше знание, допустим, вот они, я иллюстрирую этими пальцами ваше знание, а между пальцами ваше незнание, вот эта белая зона, это незнание. И если вариант составлен так, что он попадает как раз в зону вашего незнания, вам кажется, что этот вариант, он какой-то суперсложный. Да это просто зона вашего незнания, просто вы не знали, вот эти вот, да, белые пятна у вас остались. Тера инкогнито такая у вас. Это вы не доучились, это вы не доработали, понимаете? Это не вариант сложный. Да, я обещал катать на гелике те, у кого 100 баллов, да. Я это не забываю, потому что, во-первых, я ни разу в жизни у гелика за рулем не был. Поэтому, как бы, когда у меня будет еще возможность покататься на гелике? Когда? Ну вот, только в честь того, что кто-то из ребят, я надеюсь, будет, ну, один стубальник. Ну, хочется надеяться, что хотя бы один стубальник будет, кому-то повезет. Ну, хотелось бы несколько человек, просто чтобы, ну, как-то вот, опа, ну, все так пекутся о стубальниках. На самом деле, надо сказать, что, ну, не 100 баллов, это не трагедия. Но, там, те же самые 96, да даже 92 балла. Поймите, все, что больше 90, это вообще олимпиадный, по сути, уже, там, такой уровень, на мой взгляд. На мой взгляд, со мной могут спорить, там, еще, ну, кто-то, да, у кого-то разный. Но я считаю, что если вы сдали больше, чем на 90, значит, что, ну, вы прям шарите, вы прям разбираетесь. Дело даже не только в истории. Вы просто вот в этом предмете, в подготовке к экзамену, разобрались, ну, на отлично. 90 баллов вам, 89 и дальше, да, условно говоря, это отличный результат. Другое дело, что кому-то больше повезет с вариантом, кому-то больше повезет с проверяющим, кому-то больше повезет вообще просто с погодой, в конце концов. Вы должны понимать, что, а вдруг будет в каком-то городе, мы все находимся, вроде как, единый государственный экзамен, мы должны находиться все в равных условиях, но мы не находимся с вами в равных условиях, потому что в разных городах разная погода, разное атмосферное давление, разные пункты проведения экзамена. Где-то душно, где-то, наоборот, прикольно, приятно, где-то проверяющие и не проверяющие организаторы. Вы входите, они улыбаются, они вам рады, что вы пришли на экзамен. Где-то вы заходите, они с кисными, постными рожами стоят, они все проклинают, потому что, в общем, они не очень-то, не очень-то, в принципе, хотят этим заниматься. Я их понимаю, потому что, да, в общем, за это они особо денег-то не получают. Это обязаловка такая, это часть просто работы. Ну вот, понимаете, из этой совокупности факторов улыбнется вам мама утром или не улыбнется на экзамен. То есть, вот понимаете, ну даст такое благословение, да, благословение на экзамен. Или нет, понимаете, вот из этой совокупности факторов складывается в итоге ваш результат. Не только то, что вы все прочитали, все выучили, все прорешали и так далее. Вы можете банально забыть. Я могу прийти банально забыть, в конце концов, да. Ну, какие мои годы, я уже не помню, когда последний раз, собственно говоря... Че я последний раз? Когда я последний раз что-то делал, я не помню. Я вам даже парковку не помню, что оплатить надо. Чего же взять там с экзамена? Нейт Хаггерс задает каверзный вопрос, но, в принципе, попробуем найти на него ответ. Что делать, если в туалет по-жиденькому хочется, а бумажки не будет? Как быть? Слушай, ну, в принципе, в принципе, в принципе, что же делать, а бумажки не будет? То есть, в смысле, не в туалет по-жиденькому... Ты, наверное, ты неправильно формулируешь. Вот, кстати, да, вот у тебя уже, возможно, будут проблемы с экзаменом. Ты неправильно формулируешь задание, потому что, что делать, если в туалет по-жиденькому хочется, а бумажки не будет? Что значит... Смотри, ты должен был задать другой вопрос. Ты должен сказать, что делать, если захотелось по-жиденькому, пришел в туалет, сел срать, а бумажки нет. Как быть? Ну, обосраться, очевидно, да, потому что лучше обосраться, чем все это держать, и оно у тебя будет болеть, очевидно, лучше обосраться. Вот, но ответ на вопрос о бумажке не будет, ну, нет и нет, ничего страшного, пойди в раковине жопу помой, в конце концов. Я думаю, что страшным чем-то это не закончится. Но если вдруг бумажки там нет, ну, ты ходил до этого пи-пи, допустим, и ты знал, что вдруг тебе захочется а-а, то попроси заранее бумажку, ты же не ящерица, ты же не лягушка, правильно, у тебя же есть мозги, так что попроси, скажи, можно листочек А4, вот, и мни его, мни его, мни его, чтобы он стал мягким, чтобы он стал нежным, чтобы он не поцарапал твою нежную попочку, понимаешь, иначе ты будешь сидеть с окровавленным пердаком на экзамене, ну, кому это надо, ну, кому это надо, ну, что ты в самом деле. Так что мни, мни этот листочек, делай его нежным, чтобы он был буквально как, как, как этот, Зева там это, ну, и все остальное. Вот, ну, это же надо стратегически мыслить, ну, вот, очевидно, понимаешь, ты должен был, прежде чем сдавать экзамен, зайти в Талкан и посмотреть, а там есть, там есть, проверить, там есть туалетная бумага или нет, ты заранее должен к этому подготовиться. Вот в чем смысл, понимаешь, ну, что же это, что же такое, да, Ильич, ты уже прям пять раз написал, я вижу, я вижу, и швейцарское сердечко тоже вижу, да. Вот, спасибо, Ильич, да, очень приятно на самом деле. Ильич, это очень интересный, интересный, я думаю, что не единственный, но показательный случай, что, ну, надо сказать так, что, в принципе, любая онлайн-школа все равно делает некую полезность, все равно создает некий образовательный продукт, некий образовательный контент. Другое дело, что есть некомпетентные специалисты, есть, откровенно говоря, коммерция, которая, в общем, направлена исключительно не для того, чтобы преподавать, а для того, чтобы делать бизнес и ничего личного. То есть, под видом образовательного продукта создавать просто бизнес. Ладно, хорошо, как бы, всех, всем бог судья, но, что я хочу сказать, что вот это показательный пример того, что Ильич, в итоге, занимаясь другой онлайн-школе, приходит ко мне и говорит спасибо мне за этот год, хотя, казалось бы, мне-то он денег не заплатил. Вот, а Ильич, в этом случае я хочу сказать тебе особое спасибо и всем ребятам, которые, ну, в общем, да, не это не написали, но это имели в виду, да, вам спасибо, потому что все равно от вас была, ну, большая поддержка в течение этого года. Большое спасибо, чтобы руки не опускались заканчивать деятельность на YouTube-канале, в частности, да, чтобы продолжать делать это в качестве не просто рекламной площадки, а чтобы делать YouTube и продолжать делать YouTube для тех граждан и гражданок, которые не имеют денежки. И в следующем году продолжать это делать, потому что, действительно, если вы заметите, да, что многие онлайн-школы, они делают ролики исключительно для того, чтобы просто рассказать о том, что у них есть курсы. Я надеюсь, что в течение года я занимался, ну, по крайней мере, те 28, по-моему, да, стримов по истории, те 30 стримов по обществу, не считая других стримов, где я, ну, да, я рассказывал, что у меня есть онлайн-школа, но я надеюсь, что я, кажется, делал что-то позитивное и делал какой-то вклад в ваше образование. Поэтому спасибо вам все равно большое, что вы приходили, смотрели и поддерживали меня лайком или просто просмотром, неважно. Так, здесь был вопрос, конечно. А, расскажите, что завтра прожарка по обществу знанию. Хорошо, Эклер, расскажу. Да, завтра прожарка по обществу знанию. Что, вообще говоря, если вы занимаетесь еще обществом знанием, то да, прожарка по... Время рекламы, да, в то время, как бы, сколько там прошло от начала стрима, я еще ни разу, в общем-то, не сказал записывайтесь ко мне на курсы, запишись, 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 купи, 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 купи. Короче, да, завтра будет занятие уже после истории в 4 часа, а в субботу и воскресенье в 10 утра, как обычно, у меня начинается занятие по обществу знанию. Завтра занятие по блоку права, то есть это пятое задание уже по пятому блоку, а в субботу и воскресенье у нас в субботу сочинение, в воскресенье 28 задание. Поэтому, если вы еще не записались, вообще имеет смысл, потому что хоть это и большие занятия по 5-6 часов, то все равно имеет смысл записаться, записаться, потому что можно посмотреть в записи, можно, можно прорешать, и самое главное, там еще тесты огромные, там почти по 150 заданий, ну, кроме блока социальных отношений, там 60 заданий, чуть там 63, что ли. Так вот, все это можно прорешать за завтра, послезавтра, за воскресенье и за понедельник. Понедельник мы во вторник сдаем? Да, за 14 число все это можно сделать, если вы до этого толком не готовились, на самом деле, не повторяли, так что приходите, да, пожалуйста, надо было, конечно, с этого начинать, вот я как бы даун, вот, я сам себе в ногу стреляю таким образом. Приходите на прожарку, я вас жду, будем, будет жарко, и еще что-то там, еще какой-нибудь бесполезный, бездарный лозунг. Так, Валентинович, занимался у Ломоносовского на полугодовом, но твои разборы вариантов не пропускал, репчики все смотрел, спасибо большое, спасибо. Если я не знаю точную дату для сочинения, тебе не нужна точная дата для сочинения, это первый факт. Я могу написать десятилетие, в котором произошло это событие. Тебе не надо писать десятилетие, в котором произошло событие. Вообще, про сочинение, вот если знаете, что, если что, про один из главных советов по истории. Один из главных советов заключается в том, что в любой, да, сомнительной ситуации, пожалуйста, вот, пожалуйста, не пишите датировки. Пожалуйста, не пишите датировки, потому что вам не, вы можете ошибиться. Вы можете ошибиться и не сдать нормально, потому что вам по фактам просто зачтут ошибку Так, сейчас, только массовые расстрелы, в общем-то, спасут родину Сейчас, одну секунду, где там еще кто? Ага, вот, значит, вот еще Так, еще кого? Кого еще расстрелять? Да, сейчас, кого-нибудь еще, может быть? Что еще? Вот так, кого еще расстрелять? Кого-то еще надо расстрелять? Не, вроде все нормально, всех расстрелял Что это такое вообще? Что значит это? Хулиганим тут А, Тимур, да, ладно, держи Держи, заслужил Так, Валентинович, где во второй части нужно писать пояснение? Или достаточно просто 1-2? Где пояснение? Не очень понимаю вопрос, на самом деле, о каких пояснениях идет речь Но смысл, да, все равно, в любом случае, ты задаешь важный вопрос С той точки зрения, что как оформлять работу? Писать максимально... Ваша задача написать максимально так четко ответ, чтобы проверяющий понял, на что этот ответ направлен, на какой вопрос То есть он открывает задание 20 Видит пункт первый, пункт второй, пункт третий Все, раз, два, три, все понятно А не в кучу, все там что-то замешано, он что-то должен выискивать Вы должны писать хорошим разборчивым почерком Создать для проверяющих благоприятный сюжет, чтобы вы, ну, чтобы им было приятно проверять вашу работу В конце концов Что еще я хотел сказать по поводу того, как вы записываете в бланк Вы имеете право записывать в любой последовательности Мне кто-то писал в личку ВКонтакте, я вспомнил этот вопрос Без разницы, вы можете вначале написать сочинение, потом все остальное Можете вначале ответить на 20 вопрос, потом на 24, потом на 21, потом на 23, потом на 22 Не имеет значения на самом деле Главное, что у вас это в бланке внесено Но, конечно, конечно, если вам не сложно, если у вас все нормально продвигается То пишите последовательно Просто с вашей работы будет приятнее работать проверяющим А так как я кучу всяких работ за всю свою преподавательскую карьеру, значит, напроверял То я могу с кэш-кэш с такой работой просто приятнее функционировать Просто, соответственно, просто удобнее и лучше Это значит, что вы получите приз зрительских симпатий от проверяющего Возможно, получите более высокий результат Возможно Главное перед тем, как зайти в аудиторию, перекреститься двумя перстами Вот так, что ли, да? А затем тремя, кстати, возможно Плюнуть через левое плечо Ну, Артасова же там не будет, как ты на него будешь плевать-то? Он дома где-то там отдыхает Вот, да, всем удачи, я согласен Но, да, да, да И еще выдохнуть и пукнуть надо, не забыть Потому что, если вы будете пердеть в аудитории Ну, сами понимаете, это тоже чем хорошим не закончится Вот, в конце концов, могу Может так оказаться, что вы пердеть будете рядом со мной Мне-то как бы пофигу на баллы Вы понимаете, да? Что я, в общем, могу и бросить, на самом деле, сдачу экзамена И, вот, предпринять какие-то крайние меры Чтобы остановить вашу газовую атаку Вы понимаете это, да? И никакой вам там саботон не поможет Вот я вам что хочу сказать Так, в двадцать четвертом задании Можно писать больше двух аргументов за и против Дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Короче, так, подруга учится, ой, там что-то было еще, мне так нравится про другие онлайн школы читать, так, сейчас, что-то там было такое, блин, я уже пропустил, про Элеонор что-то тут было, прикол, подруга учится у Элеонора Стрелковой, ну, девичество Элешмидт, сегодня в сторис пишет, завтра история, а я не различаю сталинские высотки, нахера, нахера их различать, вот, а это кто пишет, в смысле, сегодня в сторис, она пишет, ну, это же не показатель того, что Элеонора их не различает, может, Элеонор их правда различает, вот, нафига ей это, собственно, это нафиг и не надо, вот, конечно, это прикольно с той точки зрения, что просто, когда мы культуру обсуждаем, я показываю на разных зданиях, вот МГУ, вот МИД, вот Хрущевка, Сталинка на Котельнической набережной, это, наверное, полезно, просто, чтобы в целом увидеть стиль сталинского ампира, и все, культура будет адекватная, она, в принципе, с ней ничего такого вообще, ничего нет, так что ничего, ничего сложного, в принципе, не бывает, как часто спрашивают постройки в первой пятилетке, понятия не имею, как часто спрашивают, я не сталкивался, если что, какой-нибудь говори там, я уж, я, кстати, не знаю, я буду только предполагать, потому что Челябинский тракторный и Сталинградский тракторный могли открыть уже во время второй пятилетки, но в первую пятилетку точно Днепрогресс, по-моему, запустили, вот, я бы написал тракторные заводы, я бы написал и Горьковский автомобильный завод, и Московский автомобильный завод, я бы написал, вот, но я не уверен, что их открыли четко в первую, их могли открыть в самом начале второй пятилетки, вот, я, я просто, ну, ну, это надо смотреть по датировкам, это не такой принципиальный вопрос, на самом деле, вот, вот, ваши прогнозы на тему сочинений, я думаю, что они будут нормальные, вот, я на это надеюсь просто, что в итоге, как бы, мы вздели целый год, мы, как бы, ковырялись с этим, мы не понимали, что с этим делать, кстати, можно лайков поставить, если вам вообще приятно тут находиться, я хотел сделать что-то более ламповое, но в итоге решил, что пускай будет чат, пускай будет белый фон, это классика жанра, пускай так оно и будет, вот, хотя, конечно, надо бы делать более ламповые вещи, но не успевалось, короче, как-то, так, вот, я думаю, что мы бздили-бздили-бздили целый год, а в итоге мы придем и будут достаточно понятные вещи, а-ля, там, внешняя политика России в 1700, 1689-1725 годах, Александр Первый и, там, допустим, Победоносцев, понятно, что Победоносцев это не самый удобный такой, да, персонаж, но роль личности уже сходу, можно сказать, она присутствует даже в тестах Артасова, даже ее придумывать не надо будет, вполне конкретная, хорошая роль личности, то есть, я думаю, что, на самом деле, в итоге, да, вот, если будет Дмитрий Донской, Иван Третий и Суворов, ну, вот, например, да, ну, вот, вот, может быть, такой какой-то сюжет будет, хотя, ну, то есть, я думаю так, что будет наверняка в числе личности, если мы говорим про личности, я думаю, что в числе личности все-таки будет, наверное, какой-нибудь правитель, мне так хочется предполагать, надеяться, понятно, да, что в данном случае это просто я вот Вот, я надеюсь, что просто будет роль личности какого-то правителя, не роль личности, а личность правителя Второй какой-нибудь деятель, который может быть нормально расписываться, ну, из разряда вот нормально, но как бы надо было готовиться, типа Потемкин, Потемкина можно расписать, можно, и в учебниках есть А третий будет какой-нибудь не очень удачный, прям совсем какой-то неудобный, ну, вот, поэтому я думаю, что будет как бы вот ранжирование на таких прям совсем очевидный, нормальный и совсем не очень Ну, вот, вот какие предположения, и такие же по процессам, что будут какие-то прям совсем неудобные, а один какой-то обязательно все-таки будет наверняка удобный Ну, я вот, вот, обязательно, вот, обязательно Будет ли видеоотчет после того, как вы напишите? Да, конечно, сразу надо будет сделать, я думаю, в Инстаграме запишу, вот, в Инстаграме запишу, хотя, а, хотя, что мне, я запишу это на, просто на телефон, сразу реакцию после того, как я выйду из пункта проведения экзамена И потом это и на Ютуб продублирую, и в Инстаграм, и в ТикТок, и так далее В каких заданиях с первой части у вас бывали проблемы на ЕГЭ? Да, в общем, на самом деле, нигде Не было, но я говорил ученикам, и на стримах часто говорил, что у меня был один провальный год, 2000 был, по-моему, 18-й год провальный, потому что я допустил две ошибки в первой части по простой причине По одну ошибку я допустил, потому что я перепутал эту горизонтальную вертикальную штриховку, и поэтому написал неправильную страну в ответе к карте Там надо было написать, условно говоря, Швеция, и я написал речь посполитая, потому что, ну, потому что не туда посмотрел Это просто невнимательность И в 16-м задании допустил ошибку тоже, потому что я что-то перемудрил Я что-то, я что-то, там был один пункт, на который я не мог найти сам себе факт, да, то есть я такой, это правильно, но что-то я не могу конкретно подтвердить это, и поэтому выбрал какую-то полную херню вообще То есть я не знаю, что со мной, ну, это просто, ну, бывает такое, да, чушь просто ответил Пришел потом на апелляцию ко второй части, потом апелляция к первой части, как раз наша первая часть апеллировалась тогда, не знаю, как сейчас, но тогда, я думаю, что, наверное, то же самое будет Апелляция к первой части, ну, в смысле, ты просто смотришь задание первой части, и дальше ты можешь подавать суд на FIP, что называется Так ты ничего не можешь никому доказать, вот, ну, и, да, я увидел, что, ну, я лох, пидор Так что вот такой может быть внимательность, просто внимательность, внимательность и еще раз, внимательность Ох, all room, два вопроса, ну, ты прям, прям оптом работаешь Надо ли в 23-м задании писать конкретные факты, как в 24-м? Вообще всегда, везде надо писать конкретные факты Когда ты можешь это сделать, не можешь написать конкретные факты, напиши тренды, напиши тенденции, напиши сюжетности, всякие разные Тут, ну, как бы, давай исходить из самого задания Также в 24-м, есть 24-е, в которых прям, типа, указ такой, приказ такой, прям тот манифест, тот, та война, тот мирный договор И прям четко ты раскладываешь вообще, прям по пунктикам Но, если мы говорим про 24-е задания, в которых ты можешь общие тенденции какие-то описать Ну, из ряда, что победа, так, проигрыш России в русско-японской войне Было из-за того, что началась первая российская революция Вы можете привести какое-то конкретное, какое-то конкретное событие? Да нет, на самом деле, мы перечисляем общие наши догадки Ну, наверное, железные дороги Ну, наверное, войска они могли перебрасывать Ну, и то, то, что там Ну, какие-то вот общие догадки Это догадки Но это не значит, что эти догадки не засчитать Потому что это задание, которое рассчитано проверить вашу историческую эрудицию, в частности Но только понимаете, в чем? Тогда, тогда надо бы Вот в чем ошибка Артасова, я считаю, да? Ну, мало того, что, ну, ладно, там много проблем Но вот не было бы конфликта, если бы было бы, допустим, задание номер 26 И смотрите, как было бы Так математики, да? В профильной математике У вас, да, чтобы набрать 100 баллов в профильной математике Я думаю, все или почти все знают Что не обязательно, чтобы набрать 100 баллов Прорешать все задания или все задания правильно Там есть запас в несколько баллов Я просто о чем говорю Что если бы, да, мы говорим с вами о том, чтобы ЕГЭ По ЕГЭ можно было бы набрать дополнительные какие-то баллы Или еще какая-то бы сложная система была То есть было бы задание номер 26 Которое, ну, 25 базовых И 26 задание, типа, такое просто Пффф, взрыв башки И вот в этом задании проверяли бы Вашу эрудицию историческую То есть вы потенциально Не можете знать ответ на этот вопрос Нигде нет ответа на этот вопрос У нас получается, что 24 играет роль Такого задания, что, ну, ну, в там 30% этих 24 заданий Взять из учебника, из базового школьного курса Невозможно дать адекватный ответ Можно дать только какую-то слюнявую Какую-то приблизительную характеристику Вот в чем проблема Но если бы было бы 26 задание Которое проверяло бы эрудицию И ваши, ну, вы предполагали бы Какие-то вещи Какие-то тенденции бы предполагали Какие-то, может быть, там Какие-то действия людей предполагали бы И вот дальше проверяющие бы Оценивали это исходя из того Что они-то знают какие-то факты А вы смогли догадаться Или не смогли догадаться Ну, знаете, такая, знаете Передача умники и умницы Или что, где, когда Или кто хочет стать миллионером Ну, то есть Такая, такая викторина, что называется И да, и те, кто смог найти ответ на этот вопрос Они, типа, крутые Они получают еще какой-нибудь дополнительный балл Вот, может быть, да Это было бы нормально То есть, ну, заранее бы нам сказали Что не вот это Да, да, конечно Если вы Если вы сдаете, значит, ЕГЭ по истории То, в общем, да Конечно, вы прочитали там Все, все вот учебники И, значит, вы, значит, все можете сдать Понимаете? Вот, значит, вы все Вы все можете сдать Вот в этой ситуации, да Ну, было бы Как бы Ну, это, то, что он делает Это вранье Потому что для того, чтобы Сочинение Недостаточно просто Школьного учебника Недостаточно Это факт Это просто, блядь С этим поспорить нельзя Понимаете? Но Если бы он говорил Смотрите У нас есть Там Скажем Скажем Вот 25 заданий Вообще без проблем Можно, значит, их написать А если мы с вами говорим Про 26 Ребят, вы Вообще из школьной программы Хера лысого Вы не подготовитесь Но Зато вы получите Крутые баллы Если Вы его напишите Понимаете? В чем смысл? Да Тогда это было бы честно Честности нет С той стороны Понимаете? Они придумывают какие-то правила Кому-то какие-то памятки раздают Кому-то еще что-то Ну, короче Короче, просто Вот Во-первых, недоработанность Во-вторых, безалаберность В-третьих Профнепригодность Вот, что я хочу сказать И это Прям по многим предметам Можно ли по личности Писать только внешнюю политику? Можно Просто она гораздо проще Пожалуйста В ППС Просто причина и итоги войны Пожалуйста Еще раз Для тех, кто в танки едет Пожалуйста Сиськи в чат поставьте Кто едет в танки Кто у нас Значит В БТР Смотрите, что засчитывается БТР Танк Значит Самоходная Артиллерийская установка И Что еще засчитывается Ну и засчитывается Тот маленький танк На котором Да Я гонял У которого двигатель От От Значит Какого-то там этого Маленького мини-трактора Я показывал Да Как-то Что Ну есть такой парк Этот развлечений И там такой трактор стоит На нем можно погонять Так вот Смотрите Еще раз Еще раз Какой сюжет у нас с вами По поводу танкистов Я пока говорил про танкистов Я забыл Сказать Что я хотел Блин Сейчас Что выступил Это игром Для моей мысли Сейчас Блин Черт Класс Что-то очень важное было Что-то очень важное было Класс Что-то по причине следственное Значит Итоги А Вот Все Все Слава богу Вспомнил Блин Короче Причина Следственная связь Это не Причиной события Было Следствием Стало А война У нее есть причины Причина Следственной связи Причины войны Следствие Война Все Вам не нужно Причина События Следствие Это уже две Причины Следственной связи И вы такие А что Так можно было Оказывается Да 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 Так можно было Это же написано В методических рекомендациях Поэтому я говорю Открывайте методические рекомендации Артасова Для председателей Предметных комиссий Проверяющих И так далее Там это написано В конце концов Ну это Понимаете Че локти с ним Прочитайте Все есть События У него есть причины Это Причина Следственной связи Причиной Я не знаю Что-нибудь там Заключение Не Причиной Вторжения Наполеона В Россию Было Причина Следственной связи Все Все Сделано Готово Дальше Поехали Подскажи Пожалуйста Сколько Надо Баллов Три На Три Четыре Что На Три И Четыре И Сколько Что 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 ты От меня Хочешь Человек Я не Понимаю Так Что-то Там Было Что-то Там Было Еще Интересно Я не могу Пройти Мимо Тоже Да Спасибо Так Роль Личности Потемкина Обосновал Предложение Начать Пересоединение Крыма Лично Надо еще добавить Лично Обосновал И доказал Его Да я видел Спасибо Лень Вот Вот Норм Норм Ну не норм Бери из учебника Че Че как бы вы Берите из учебника Просто И все Че заморачиваться Лично обосновал Кому он там Че обосновывал Вообще Что это значит Но скорее всего Засчитают Скажем так Норм Нет Не норм Засчитают Наверное Засчитают Вот Принял капитуляцию Да Конкретное действие Да Да Шпоры По каким заданиям Брать Я думаю Что Ой Я думаю Что Самое Самое Важное Что может быть И что Наверное Самое Сложное Какие еще Цитаты Какие еще Нахер Те цитаты Я вообще Не понял Ребята Алло Алло Вам не нужно Приводить Мнение Историков Сочинения Вы не То есть Хотите Приводите Но вы не Обязаны Это делать Какие еще Цитаты Какие там Мнения Историков Это ничего Не надо Сроки правления Тоже Тебе не очень Нужны Мирные Переговоры Ну не Мирные Переговоры А Условия Мирных Договоров Да Вот Если Брать Шпаргалку То условия Мирных Договоров Да Это наверное Самое важное Это наверное В общем-то Чего следует Сделать Наверное Есть ли Такие задания Которые дадут Халявные баллы Какие Двадцатая Двадцатая Подожди Двадцать первое Двадцать первое К тексту Все Все Двадцать первое Задание Во второй части Это твое Единственное Халявное задание Сочинение Может быть халявным В том смысле Что ты можешь Просто написать Если там Внешняя политика России Тот же самый Тысяча шестьсот восемьдесят девятый Тысяча семьсот двадцать пятый Просто напиши К событиям этого периода Относится Северная война И азовские походы Петра Первого Все Два балла Ты уже заработал Вот реально Все Два балла есть Увидел в описании Что вы учились в РГГУ Был же такой вопрос сегодня Хочу туда поступить Ну хочешь поступай Что думать Об этом учебном заведении Ну Уже я сказал Что ничего Особенно не думай Но мне кажется Что РГГУ К сожалению Наверное Наверное Уже сквасился Я думаю Что он немножко 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 Подзгнил Наверное Как мне кажется Вот по тем событиям Которые я слышу Вокруг РГГУ Мне кажется Что он подзгнил Немножко Но Смотрите какая штука Это московский Топовый Вуз Все равно РГГУ Это хороший Московский вуз Дальше Зависит от того На какой факультет Ты пойдешь Какую ты выберешь Специальность Как ты будешь учиться Ну а часто РГГУ Вообще РГГУ Например Высшая школа экономики Я не знаю Похожа здесь На РГГУ Или нет Наверное Тоже этим грешит РГГУ Это вообще Кладезь Неэффективных Профессий Неэффективных Специальностей То есть Вот я Религиовед Это неэффективное Образование Потому что Ты по итогу Заканчиваешь РГГУ С Шильдиком Религиовед Преподавателя Религиоведения И работать Ты можешь идти Примерно никуда Ты можешь Ты можешь Оббивать пороги Вузов И пробовать Устроиться Преподавателем Религиоведения Но слушай Тебе чтобы набрать Необходимое количество Часов Чтобы просто Хотя бы жить Потому что понятно Что Ну это круто Если ты устроишься Когда нибудь в МГУ Преподавателем Религиоведения Для не Религиоведов Для не Гуманитариев Просто предмет Есть И его надо Типа как-то Преподавать И у тебя там Будет нормальная Ставка Ты что-то сможешь Как бы Какую-то денежку Получать Опять же понятно Что это небольшие деньги Все Ну да Хорошо Наверное Но это надо Этих объявлений Я вот Когда закончил вуз Я их не видел Я смотрел на Хэтхантере Смотрел везде Смотрел Нет таких объявлений Только по знакомству Может быть Или приходишь Прямо в вуз Прямо к деканам Там к ректору Записываешься На прием И так далее Вот я хочу работать Вот это непростой путь Но получается Что ты получил Высшее образование Оно заранее Неэффективное Сложности с тем Чтобы найти работу Или ты заранее понимаешь Что ты заканчиваешь Неэффективную специальность Ну например Какой-нибудь там Культуролог Ну куда ты пойдешь Работать культурологом Ну и ты понимаешь Что в принципе Возможным вариантом Твоей занятости И ты можешь это Совмещать с учебой Будет подготовка ребят К ЕГЭ Допустим по истории Или по обществу знаний Ну в целом Ты как бы студент Или ты закончил вуз У тебя как бы В целом есть высшее образование Ты как бы можешь заниматься Гуманитарными предметами Можешь параллельно Получить какую-нибудь корочку Педагога Да То есть просто как Типа профпереориентация Просто типа Дополнительное высшее образование И да У тебя будет аргумент Что ты в целом Да Как бы тоже преподаватель Тоже учитель Там и так далее Да пожалуйста Но в итоге Зачем тогда Зачем тогда Ити на культурологию Если можно сразу Пойти в московский Опять же какой-нибудь Борости господи Педагогический институт Или университет И сразу стать Учителем истории Учителем общества знания Русского Английского Что хочешь Зачем Придумывать Изобретать Потому что тебе очень хочется Ну пожалуйста Иди конечно Вот Ну слушайте Давайте об этом поговорим После наверное Сдачи ЕГЭ Сделаем отдельный стримчик Я приглашу Ну может быть Это будет не только Не на моем канале Может еще где-то будет Но мы сделаем стримчик Куда да В какие вузы вообще Как стоит выбирать Как не стоит выбирать А что я Пример того Пример как раз Неэффективного образования Пример неэффективной специальности Пример того Что мне с моим Образованием В общем и целом Я когда пришел Устраиваться на работу К директору школы В которой я учился В которой там В свое время У меня мама работала Тоже учителем По математике Я пришел И говорю Слушайте Ну вот есть предмет Основа религиозной культуры Светской этики Можно у вас работать Ну преподавателем Да потому что Явно как бы Я вузовский преподаватель Но А что я не справлюсь С вот этим вот предметом Он есть как бы А я профессионал Я в религиях Разбираюсь Да я вот закончил вуз Ну и соответственно Мне на что Директриса Сказала Ну посмеялась по сути Да есть что у них там Есть какая-нибудь Училка Она сказала по-моему Да училка какая-то Начальных классов Какая-то просто Учительница начальных классов Понятно что это Ну как бы Хорошо если у нее Есть высшее образование Часто это может быть Кто закончил просто колледж То есть человек Без высшего образования Преподает основы Религиозной культуры Светской этики Да она Наверное Да там Собственно говоря Православие от католицизма Ты отличить не может Вот Но это предмет идиотский Его преподают В четвертом-пятом классе И вообще он нахрен Не всрался Его надо убирать Из программы Потому что Нельзя ученикам Которые еще не проходили Всеобщую историю Объяснять разницу Между католицизмом И православием Но это бесполезно На самом деле Вот И вот она говорит Ну как бы Ну и все Ты со своим образованием Вот Как ее Анна Анатольевна по-моему Анна Анатольевна Анна Анатольевна Передаю тебе привет Вот Ты в общем-то Директор была говно Учительница ты была По математике говно И все об этом знают Ты еще и по жизни дура Потому что Смотри где я С моим образованием А где ты Да Ты была директором школы В конце 90-х В 2000-е И даже в начале Десятых годов Но в итоге Где ты А где я Вот и все Анна Анатольевна Вот Передаю тебе привет Пламенный Вот Ну просто по жизни Редкостная дура была Вот На самом деле Вот Еще у меня учительница По-русскому была Тоже Блять Это какой-то писец вообще Вот Так Димайзер 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 Я не помню Просто ходил на стримы Или еще ученик Не помню Короче Валентинович Огромное спасибо За твою работу Мне очень помогла Корида А вот видимо Видимо на Кориде Да Я просто Вот помню Что видел ник Да Немного мотивации Ребятам Которые жестко Ботали И хотели сдать ЕГ Ну Просто Просто Сдай ЕГ Что я могу сказать Вот Просто Сдай ЕГ Сдай ЕГ Окей Так Окей Ну Я уже Я уже в начале Сказал Что Ребят Сдадите Во все ЕГ Вы Вы не можете Не сдать ЕГ Но Сосредоточиться Ничего не упускать Внимательно Спокойно Пункт за пунктом Все решаем Все будет Чики бомбони Все будет Короче Вот Ну В общем Все будет Замечательно Все будет Замечательно Можете Быстенько рассказать Главное решение Съездов Народных депутатов СССР Википедию Открой Эти че Минсклопедия что Зачем Что за вопрос Давай про экзамен Давай про экзамен Хоть Я отвлекаюсь иногда Но тут вопрос Тебе лень Википедию Открыть Открой Посмотри Там про Афганистан И так далее Можно ли в сочинении Брать одно и то же событие В котором ты хочешь Написать К2 и К3 Вот это конечно Такой вопрос Лучше конечно Брать разные события Но вы должны понимать Что Если ты указал Причину Следственной связи При описании Роли личности Иначе говоря Опять же Это значит Что ты не открывал По моему критерии И так далее Если ты задаешь этот вопрос Или их не очень понял Или тебе их не очень объяснили При То есть по критерию К3 Не зачитываются Причина Следственной связи Названные при описании Роли личности Все Точка Поэтому Вы можете взять Большое событие Большой процесс Ну например Отечественная война 12 года То есть берем задание Матрешку Так я это называю У вас есть Отечественная война 12 года У нее есть причины Предпосылки И так далее Причина Следственная связь Отечественной войны 12 года Внутри Отечественной войны 12 года У тебя есть Кутузов Который принимает Решение на совете В филях Оставить Москву Вот это Это же другое событие Это событие В событие И вот так мы и работаем Да, есть Отечественная война У нее есть причины А дальше Описываем роль личности Внутри Отечественной войны В рамках какого-то Конкретного события Вот это Да, это нормально Это хороший рабочий вариант Чисто для мамули Хочу Пишет Закончить вуз Я видел Что есть заочка Архивного дела В РГГУ Вообще, кстати Не бесполезное По-моему Образование Оно такое Гуманитарно-техническое Ну то есть Архивное дело Оно вполне себе Я так понимаю Применимо Вполне себе Применимо Так что В принципе Можно идти Зарабатывать Буду другим Стремлюсь к этому Люблю вас Как друга Не хома Ну это да Это я тоже Так в общем На это рассчитываю Вот Ну да Че Давай Там удачи Успехов И так далее Так Условия Каких мирных договоров Надо учить Всех Версальский Нет Яский Ну Версальский Это же Версальская конференция Тебе это не нужно Это всеобщая история По сути Яский Столбовский Андрусовский Нештадский Кучук Портсмутский Брестский Да Еще какие Ну все те которые У меня есть ролик Про мирные договоры Все которые есть В ролике И даже еще больше Нужно знать Можно ли вообще Написать неполное сочинение Можно Там же первые критерии Можно получить на изи Туп Да Ну вступление Опять же Тебе не обязательно писать Просто два события Две личности Если роли личности Да Ну пару действий Причин следственной связи Да Тебе просто не поставят балл За форму Да За форму Что она у тебя не в форме Сочинения написано Если ты не указал значение Или последствия Или еще какие-то сюжеты Да Которые нужны Вот по еще одному критерию Да Вот этому последнему Пожалуйста Тоже как бы Ты можешь набрать Не все баллы То есть кому-то Не нужно набрать Все баллы По сочинению Кому-то нужно буквально Несколько баллов Пожалуйста Вот Вы Не стесняйтесь Сочинение Хорошая площадка Для того чтобы просто набрать Несколько баллов И все Так Я целый год занимался Но боюсь Что мне попадет то Что я никогда не изучал Что делать Ничего не делать Иди на экзамен Все будет хорошо Так Пару раз пропустили Мой вопрос Пишет А Оля Ну ладно Извините что Третий раз пишу У меня ЕГЭ Перенесли в резервный день Там сильно отличается Я уже отвечал на этот вопрос На мой взгляд Ничего не отличается Потому что получается так Что я обычно ЕГЭ Ну выпускники прошлых лет Они сдавали Кроме того года Ну по крайней мере В 17-18-19 году Мы как раз сдавали По сути Вот в эти самые резервные дни Но явно не сложнее Не проще Ну просто экзамен Как экзамен На самом деле Ничего особенного Как отдельное событие Можно ли взять Совет в филях Ну конечно да А не отечественную войну Ну слушай Можно все Когда мне задают вопрос Можно Можно Да можно и срать Жопу кверху Вообще все можно Вот И носать себе в рот Можно Все что угодно можно Вот Дима Это я не к тебе конкретно Я говорю в принципе Да Когда задаете такой вопрос Но он бессмысленный Потому что Можно Дальше что То есть Смысл заключается в следующем Что Как ты хочешь Это Вот мне нужно смотреть В сочинении Как ты будешь писать То есть Как бы в целом Можно Но нужно ли Будет ли это логично Мы же И не без этого тоже Да Чтобы Почему как бы Про логику говорю Потому что иначе Балл снизят за Допустим То что это не в форме Исторического сочинения То есть здесь есть Очень много Очень много Нюансов есть Вот в чем смысл Что считают Терминами для сочинения Мирные договоры Название органов правительства Слушай Ты По-моему По-моему Тоже Как бы Ехал 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 Вот И приехал Как бы в танке Я не знаю Или репетитор у тебя Заставил в том году Смотри Критерий номер один Указание событий Критерий номер два Роль личности Критерий номер три Причинно-следственные связи Критерий номер четыре Значение Ну или Это может быть Влияние событий После смерти Личности И соответственно Наличие фактических ошибок И форма изложения Ответь мне пожалуйста На вопрос На мой А где в критериях Необходимо писать Термины Где Не нужно Уже все В этом году Это не нужно было делать Так Снизит баллы сочинения Если назвать событием войну Смотрите какой сюжет Да У нас с вами есть Такая проблемка По сочинению Действительно Что Есть проверяющие Которые начинают Сильно дрочить Вот на эту тему Что Вот это не событие А это процесс Ну война Это событие На самом деле Как здесь подстраховаться Ну Исходите из того Что Просто есть какая-то Определенная логика Наверное Нельзя назвать Наверное Нельзя назвать Ну тут Это банально Понятно что Подписание указано Нельзя назвать Процессом Да Вот А можно ли назвать Войну Событием Ну Война больше конечно Это как процесс Ну Или избегать Просто этих слов Наверное По возможности Нужно их избегать Вот и все Вы не должны писать Событиями Этого периода являются Просто если вы напишите Что В этот период Произошла Там В этот период Была Отечественная война 12 года И Там Уложенная комиссия Екатерина 2 Вам не нужно Писать события Это и так понятно Что это событие Или процесс Или явление Понимаете Или Он скажет Это не процесс Это явление Да это чушь собачья На самом деле Просто Просто избегайте Если у вас Понимаете Вы сами отвечаете На свой вопрос Если Назвать событием Войну Так не называй Войну Событием Если ты переживаешь Ну зачем Тогда это делать А снизят Или не снизят Это же Не у меня Надо спрашивать Это надо спрашивать У того проверяющего Который будет у тебя проверять Вот и все Я тебе говорю Про условные лайфхаки Про условные тенденции Да И про В конце концов Про разумность Про разумность Говорим Что такое вообще Форма сочинения Никто не знает Кроме Артаса Вот это в целом Типа просто Оно нормально написано Надо писать Во влиянии На дальнейшую историю События Или процессы Надо писать Во влиянии На дальнейшую историю Не понял Вообще Что ты хочешь от меня Так что едем дальше Сдавал ЕГЕ В прошлом году Хорошо Несмотря на сегодняшних Одиннадцатиклассников Видимо Ощущаю себя Древним старцем Спасибо за видео Очень помогли Спасибо Да Поступайте к нам Пишет Вы Рудуэн Ну Рудуэн Тоже нормальный Ну топовый Московский Вуз гуманитарный То же самое Так Необходимость выхода В черное море Это причина В сочинении Или нет Скорее да Но я бы Как бы поглубже Здесь бы залез Поглубже Хотя в принципе Да Необходимость выхода В черное море Для увеличения Интенсивности Торговли И Причина Причина следственной связи Да Вполне Повод Написать Что Непосредственным поводом К войне Стало Вот это вот Так Что посоветуете Повторить по культуре Ну Всегда Архитектуру и скульптуру Это самые базовые вещи Потому что Очень похожая Архитектуру До всю получается Кроме 20 века Вот Всю архитектуру Кроме 20 века Стоит повторить И скульптуру тоже Потому что Очень они похожи Друг на друга Здания Ну имеется Там Если здание барокко Ну В каком городе Находится В Москве В Питере Если это средние века Это Новгород Или это Владимир Или это Киев Или это опять же Москва Ну то есть Вот эти все вещи Надо повторять Они у многих Заходят с большим трудом Стоит ли писать Три роли личности И три причины Следственной связи Конечно стоит Я бы написал не три Я бы написал как минимум четыре Но это я У вас может времени не хватить Или просто Ну Может не хватить И знаний Поэтому Ну три написала хорошо Да Про лайки И про рекламочку Какую-нибудь Рассказать Да Мне вот ученики Уже второй раз Эклер до этого напоминал Телевания напоминает Да Ребят Те кто По истории сдает завтра экзамен Но вообще-то завтра Еще В четыре часа У меня занятие По обществу знаний По прожарке И мы разбираем пятый блок По праву Да Пятый блок Человека общества Право Четыре блока Мы уже разобрали Но все занятия доступны В записи И самое главное Там есть мегатесты Это огромные тесты Больше ста вопросов А по сути там По первому, второму блоку Под Под 150 вопросов По третьему блоку По третьему блоку Больше 60 А по четвертому Да тоже там дофига должно быть Там тоже больше сотни Должно быть вопросов Я просто не смотрел Не помню Вот Я распорядился Я дал Лично распорядился Их загрузить туда И их загрузили Вот Так что Это тоже Большой аргумент Прийти Послушать вебинары В записи Потому что они большие По пять По шесть часов Вы их разбиваете Таким образом Послушали Час-полтора Интенсивное повторение Того Что вам нужно Непосредственно на экзамене Вещи Которые нужны на экзамене Но их не то Чтобы нужно знать А их нужно просто заучить Я тоже об этом говорю Что вот Допустим Есть политический процесс Его нужно вот Знать вот в этой плоскости А это нужно заучить Для 28 задания Об этом я тоже говорю Плюс в субботу По сочинениям Я попроверяю Сочинения учеников Ну вначале Прочитаю огромную лекцию По поводу того Как писать сочинения Как не писать сочинения И так далее Еще раз все вспомним Все критерии И так далее А дальше В оставшееся время Я попроверяю Сочинения учеников Подскажу Где вы написали хорошо Где вы написали плохо Ну и так далее И тому подобное В воскресенье Разберем 28 задания Вот Да Так что можете Еще будете написать сочинения И проверяющие Их Как раз Проверят Вот Куратор Если вы возьмете С куратором Допустим Пакет Так С кому я еще не отвечал Меня умиляют Конечно Такие вопросы Говорят Сам экзамен Будет легче Чем сборник Картасова И так далее Но Ребят А практически Какая практика Применения Вот этого знания От того Что я вам скажу Что легче Или сложнее Или один в один На самом деле Примерно так же Что от этого поменяется Ну только ваш психологический настрой Наверное А если я скажу Что сложнее на экзамене Вы тогда расстроитесь Ну то есть В итоге Вы должны понимать Что Экзаменационные тесты Варианты Мы К ним не имеем доступа Только на самом экзамене Мы можем получить этот доступ Поэтому Я могу по памяти Сказать Что примерно Они одинаковые И все Вот не писал сочинение Ну не писал Не писал И не надо бежать Переживать писать Просто методические рекомендации Прочитай И Выполни несколько пунктов Попробуй забрать Несколько баллов Вот и все Вот так Так Ладно Дим Ну ты прям настаиваешь Прям спамишь Кажется что времени Для экзамена по истории Дофига В смысле хватит Времени Так ли это Был ли у тебя Временный центнот ЕГЭ По истории нет Я всегда заканчивал За три часа Приблизительный экзамен По обществу знанию В 2017 году Еле-еле уложился В четыре часа Почти вот Один в один Прямо закончил Там Три часа Пятьдесят пять минут По истории Никогда проблем не было Всегда писал За три часа Ну может быть Чуть больше Чуть меньше Ну в районе Трех часов Где-то так А если одну Причина следственной связи Неправильная То снизит балл Или лишь проверка Или просто не будут Брать во внимание Смотри какая штука Если у тебя Причина следственная связь Неправильная Просто В смысле Что она Недостаточно Чтобы засчитать Это как причина Следственная связь Тогда будет Ничего Просто Ну просто Не обратят Внимание Если Вот дальше Начинается Большая сложность Потому что У вас может быть Причина следственная связь Которую вы написали И которая так написана Что по сути Это фактическая ошибка По сути Это фактическая ошибка Да Это другое дело Совсем Это совсем другое дело Поэтому Ну здесь вот Как бы Вы должны Когда пишете Причины следственной связи Понимать Что вы не можете Ну как бы Просто придумывать Просто изобретать На пустом месте Эти самые причины Следственной связи Все таки нужно давать Какие то Конкретные Нормальные Адекватные Будет ли какой то Разговорный стрим На ютюбе После экзамена По истории С учениками Будет созвон в зуме Это точно То есть Хочется лично встретиться С теми С кем невозможно Встретиться Соответственно Это созвон в зуме Просто разговорный стрим Да Надо сделать После экзамена Разговорный стрим Наверное Про куда поступать Что делать И так далее Потому что Тоже всех Этот вопрос мучает Я не могу Дать на него ответ На самом деле Но может быть Мне задают Какой то вопрос И я Исходя из своего опыта А как бы Я поступил бы В 2007 Соответственно В 2007 году Если бы я сдал ЕГЭ Вот И я выбирал бы ВУЗы Все таки Пошел бы я туда Куда я пошел Или я выбрал бы Что то другое А так конечно Неисповедимы Пути господни Все это знают А вот Сразу после экзамена Сразу после экзамена Я просто Вот Просто сделаю Запись Видос И этого будет Я думаю Достаточно Так Обязательно указывать Два влияния события На дальнейшую историю Или можно одно В смысле Зачем Два влияния события Зачем Зачем два Там же одно влияние Что ты придумываешь Такое Есть ли смысл За ночь До экзамена Сидеть допоздна И повторять Ну Это мой постулат Изначально Что нет Вот Вообще Надо идти гулять Надо идти отдыхать Конечно Нужно Выспаться Лучше спать Лечь Раньше 12 Нужно Отдыхать Можно Поиграть В компуктерные Игры Это тоже Нормальный Такой вариант Нормальный Сюжет Встать Таким образом Выспавшись Хорошо Позавтракать Обязательно Об этом Я уже говорил А в последнем Обзаце Что то так Ладно Это вообще не про меня В учебнике есть Что Лефорт Учил Петра Военному делу Хорошо Да Окей Да Ну и народ Поставьте пожалуйста Лайки Я думаю Что на все Базовые вопросы Я ответил Даже на какие-то Небазовые И вообще На те которые Может и не надо было отвечать Я все равно тоже Ответил Вот так что Так что Расходимся Народ Спасибо всем Что были Спасибо что Спасибо что Уделили время Возможно кому-то Я помог Возможно кому-то Не помог Да Я благословляю вас На ратный подвиг Завтра всем 120 баллов На ЕГЭ Не паникуем Ничего страшного Не происходит Морду вам не бьют В конце концов Хулиганы не пристают В конце концов Ничего страшного Пришли на экзамен Сделали дело Ушли с экзамена Ну в смысле Экзамен сдали Не насрали Я имею ввиду в унитаз Да А можете и насрать Кстати тоже В принципе Можете Можете вообще сделать Комбо Да Вы можете Подкрепиться на завтрак Сдать экзамен Пойти насрать им в унитаз И пожалуйста Смывайте Потому что Те грязные животные Которые писают И не смывают За собой Какают Не смывают А знаете Те которые еще Размазывают Бывают Да Вот У которых Жопа кривая Ну знаете Такие есть Мерзавцы Негодяи Короче говоря Это тоже Конечно Не надо делать Вот Тоже не надо делать Вот Так что Всем спасибо Спасибо за внимание И Да Да До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok